Племя гигантов, видимо, больше не хочет жить, сказал Найджел. Идем на звезду Старой Орхидеи. Идем на звезду Старой Орхидеи. Многие воины региона Дальнего Запада были взволнованы и закричали. На звезде Старой Орхидеи Фейлань, Леона и Като с суровыми лицами смотрели на формацию матери в таинственном древнем городе. Спустя много времени с формацией матери ничего не случилось. У нее не было никаких признаков активации. Прошло много времени, и мы ничего не узнали. Может, произошло что-то неожиданное? Зарычал Като. Мы не должны были уходить. Если бы мы остались, мы могли бы хотя бы сразиться вместе с ним. Противники очень сильные. Они представляют собой союз разных сил. Так как у нас нет никого в сфере зарождающегося бога, мы ничего не можем сделать. Теперь Леона достигла сферы бесплотного бога. Она посмотрела на Като, спокойно говоря. Твоего Старшего не будет так легко убить. Он совершенствует пространственную силу, и он хорошо умеет использовать пространство для побега. Я думаю, что у него просто нет свободного времени, чтобы отправить нам сообщение. Носиний Дженгу из племени гигантов тоже были там. Они выглядели взволнованными. Извини. Они знают, что мы убили Туфена. Вздохнула Фэйлань, разговаривая с Носиним. Кровавая Алибарда не оставит это безнаказанным. Если они не смогут найти Шиеня, они отправятся на Звезду Старой Орхидеи, чтобы наверняка отомстить. У Звезды Старой Орхидеи будет много неприятностей. Носиний Дженгу обменялись взглядами. Они расстроились, вздохнув. Что нам делать? Фэйлань потерла свой лоб. Мы не можем долго ждать на Звезде Старой Орхидеи. У нас есть место, где еще можно пожить. Ведь они люди из Звездной области неистового пламени стали беспокойными, глядя на Фэйлань и ожидая направления. У Фэйлань не было решения. Мы не особо хорошо знаем Агатовую Звездную область. Мы должны узнать, есть ли у Носиня какое-либо решение. Если они хотят атаковать Звезду Старой Орхидеи, то у нас есть только один выбор – покинуть это место. У нас нет достаточной компетенции для того, чтобы противостоять им. Кровавая Алибарда легко уничтожит всех существ Звезды Старой Орхидеи. У нас, гигантов, нет никаких мер противодействия. Лицо Носиня было печальным. Мы не можем больше оставаться на Звезде Старой Орхидеи. Мы должны как можно скорее уйти. Эх, я никогда не думал, что нам придется покинуть наш дом. Я думал, что смогу укрепить свое племя после того, как получил наследие на нашей Старой Земле предков. Но теперь случилось вот это. Фэйлань и Леоне было стыдно. Поскольку они не знали, что сказать, они могли только молчать. Если бы Шэйян не убил Туфына, они бы не принесли такое бедствие племени гигантов. И гигантам не пришлось бы покидать Звезду Старой Орхидеи. Это из-за них гигантам пришлось пережить эту катастрофу. Ребята, не стоит чувствовать вину. Кажется, Носинь понимал, о чем они думают. Без Шэйяня мы не смогли бы выбраться из ловушки братьев Ми, когда были в городе разбитых звезд. Возможно, мы не смогли бы покинуть город разбитых звезд живыми. Джейнгу кивнул. Это кальпа нашего племени гигантов. Наше племя должно процветать, поэтому я думаю, что это неизбежно. Когда мы что-то получаем, мы всегда что-то теряем. У нас было много хорошего в последнее время. Так что, конечно, нам придется терпеть пытки судьбы. Мы можем покинуть Звезду Старой Орхидеи. Если у нас, гигантов, будет достаточно времени, чтобы восстановиться, мы однозначно станем сильнее. Теперь мы должны подумать о том, в какую область двигаться, размышлял Носинь, говоря с Фэйлань. Вы, ребята, должны поторопиться с подготовкой. И мы должны сохранить формацию матери, чтобы соединиться с Шэйяним. Как только у него будет время, он откроет формацию матери. Может быть, мы сможем отступить через формацию матери. Фэйлань и остальные кивнули. Носинь и Джейнгу не стали задерживаться. Они вернулись на Великую Гору Племени Гигантов, чтобы подготовиться к Великому Переселению. Фэйлань, Лунчжу и Юнха из Материка Благодати приказали своим товарищам подготовить все и дождаться Шэйня. Если Шэйян не активирует формацию матери, они могли только покинуть Звезду Старой Орхидеи. Глава 955. Эксцентричный мужчина кровь циркулировала по телу Шэйня, пока он молча плавал в синем пузыре. Это был чудесный мир красок. Тем не менее, в нем совсем не было энергии неба и земли, кроме синих пузырьков. Эти пузыри излучали необъятный синий свет, похожий на какой-то барьер. Синие пузырьки заполняли каждый угол, как будто они были частью огромного моря. Пузыри были разных размеров. Большие были размером с горные хребты, а маленькие были размером с кулак. Шэйян находился внутри пузыря, достаточно большого, чтобы полностью покрыть его. Синие пузыри медленно плавали. Внутри пузыря Шэйян постепенно исцелил свое тяжелораненное тело Бога. Под магическим воздействием бессмертной демонической крови его сломанные кости и разорванные сосуды срослись друг с другом. Они восстановились со скоростью, которая была видна невооруженным глазом. В этом месте не было понятия времени. Шэйян не знал, сколько времени он провел здесь, прежде чем очнулся. Его лицо сразу изменилось. Он обернулся, встав внутри пузыря. Его лицо стало невероятно суровым. Он прибыл не туда, куда должен был. Там не ни одного было пучка энергии неба и земли, солнца, луны или звезд. Само собой разумеется, там не было земли. Это была пространственная трещина. Шэйян испугался. Совершенствуя пространственную концепцию, он хорошо понимал, что такое пространственная трещина. Это было смертельно тихое место. В нем не было энергии или следов человеческих действий, других существ или флоры. В этом месте была только бесконечная пустота. Когда Шэйян сбежал из поля разбитых звезд, он ясно помнил, что он построил пространственную дверь, которая должна была привести к агатовой звездной области, поскольку он думал о ней в тот момент. Это не должна была быть какая-то пространственная трещина. Сделав глубокий вдох, Шэйян сел, скрестив ноги. Он на мгновение забыл об аномалии этого места, чтобы проверить изменения своего тела Бога. Его глаза просветлели. Раненое тело Бога полностью исцелилось. Не только это. Древнее дерево эссенции Ци в его теле было заполнено до краев. Его сила достигла новой высоты. Он сразу понял, что его точки акупунктуры поглотили и очистили энергию, распространяя ее по всему его телу и исцеляя его. Кроме того, он получил большие преимущества от этого. В этот момент он был во втором небе сферы первозданного Бога с обильной энергией и волшебными концепциями. Он должен был быть счастлив. Однако выражение его лица было подавленным и неохотным. Это было потому, что он не знал, как выбраться из этой пространственной трещины. Он не знал, как вернуться в агатовую звездную область. Его духовная энергия была ограничена в этой области. Он мог осматриваться только с помощью глаз. Некоторое время он был сбит с толку, молча распространяя свою энергию, пытаясь разбить синий пузырь. Бум! Синий пузырь, покрывающий его тело, лопнул. Поток хаотичной пространственной энергии загрохотал, словно цунами, ударяя по его телу. Появилось кроваво-красное сияние, сопротивляясь хаотичной пространственной энергии. Шианю приходилось потреблять много энергии, чтобы поддерживать его. Выражение его лица изменилось. Шианю посмотрел на синий пузырь. Его мысль мелькнула, и его тело, как пространственная сабля, выстрелило в этот пузырь. Синие пузырьки могли противостоять бурному пространственному потоку. Шианю был в безопасности, укрывшись в пузыре. Десятки тысяч синих пузырьков медленно плыли в одном направлении. Звезд вокруг не было, но морские косы двигались быстро. Если бы его тело не было таким крепким, его бы довольно легко сломали. Шианю не знал, что происходит вокруг него. Однако он был убежден в одной вещи. Причина, по которой он там появился, не в том, что он прицелился неправильно. Кто-то повлиял на его пространственную дверь, отклонив его путь. В противном случае он должен был быть в каком-то районе Агатовой звездной области в этот момент. Несмотря на то, что Шианю совершенствовал пространственную концепцию, он не достиг того уровня, чтобы иметь возможность перемещаться через пространственные трещины так, как ему угодно. Он не мог найти дверь, которая открывалась в Агатовую звездную область. У него заболела голова. Он знал, что его действия в поле разбитых звезд приведут к катастрофе, которая обрушится на племя гигантов и его друзей на звезде Старой Орхидеи. Он планировал прийти на Звезду Жизни и активировать формацию Дитя из соединяющей неба формации матери и Дитя. Таким образом, он мог бы эвакуировать своих людей со звезды Старой Орхидеи. Шианю знал, что ему надо спешить. Если его друзьям на звезде Старой Орхидеи не удастся вовремя уйти, то на жителей звезды Старой Орхидеи обрушится бедствие. Шианю волновался о них. Бесчисленные пузырьки плыли в неизвестном направлении. Шианю не знал, когда они доберутся до места назначения и когда он сможет найти способ вернуться. Он должен был найти решение быстро. Его лицо стало мрачным, и он решил использовать свою энергию, чтобы противостоять хаотичному пространственному потоку. Он начал прыгать через пузыри, направляясь туда, куда двигались пузыри. Когда Шианю понял, что ему нужно делать, он немедленно начал действовать. Он призывал энергию вокруг своего тела, заставляя свое тело Бога мерцать звездным светом. Он лопнул свой пузырь и прыгнул к ближайшему пузырю. Как только его тело Бога покинуло пузырь, пространственные косы немедленно пересекли его путь. Такие мощные атаки, как миллиарды тонн воды, льющийся в небо, оказали на него огромное давление. Каждая из его мышц была напряжена. Он также чувствовал боли в своем мозгу. Он мог войти в пузырь, но ему приходилось потреблять свою энергию. Перед ним были десятки тысяч пузырей. Со своей энергией, если бы он продолжал двигаться вперед, он мог пройти только около ста пузырьков, прежде чем истощить всю свою энергию. Он мог использовать только божественные кристаллы для восстановления. Шианю нахмурился, он колебался. Это место выглядело странным и непредсказуемым. Он видел его в первый раз. Он ничего не знал об этом месте. Если он потратит всю свою энергию, то что он будет делать, если столкнется с опасностью? Но если он не сможет найти выход и продолжит плыть в пузыре, то как его друзья на звезде Старой Орхидеи смогут избежать этого бедствия? Глубоко вздохнув, Шианю продолжил использовать энергию, покрывающую его тело. Он стиснул зубы, бросаясь вперед. Более десяти синих пузырей прошли мимо него, когда он двигался, как челнок. Когда он остановился внутри пузыря, чтобы пополнить свою энергию, он огляделся вокруг, чтобы проверить свое окружение. Впереди, позади, над и под ним было очень много синих пузырей. Все они двигались в одном направлении, но он не знал, куда их вело. Он не знал, что будет ждать на другом конце. А его лицо потемнело, но глаза по-прежнему светились, глядя на что-то впереди него. Перед ним был пузырь размером с резиновый мяч, в котором парил туман с колебаниями духовной энергии. Шиянь был озадачен. Некоторое время он колебался, а потом быстро двинулся вперед. Его тело бога сопротивлялось пространственным косом, входя в пузырь, который находился вдали в сотни метров от пузыря с духовной энергией. Внутри этого карманного пузыря серый туман медленно сгущался в пепельно-серое древнее лицо. Оно выглядело немного размытым. Встретившись с Шияним, он, казалось, нахмурил брови, выпустив свои колебания духовной энергии. Он совсем не выглядел довольным. Не борись. В этом месте нет энергии неба и земли. Ты не можешь пополнить то, что потребил. Лучше экономить энергию для критических моментов. Шиянь был сбит с толку и спросил, кто ты. Он вдруг понял, что причина, по которой он появился здесь, как-то связана с этим человеком. Действительно, размытая душа фыркнула, холодно сказав. Мне пришлось потратить много энергии, чтобы привести тебя сюда. Веди себя хорошо. Не используй энергию. Сэкономь столько энергии, сколько сможешь. Кто этот ублюдок, который попросил тебя привезти меня сюда? Лицо Шияня стало холодным. Я безошибочно построил пространственную дверь. Ты вмешался и привел меня к этой неизвестной пространственной трещине, из которой, я не знаю, как выбраться. Чего ты хочешь? Малыш, не будь неблагодарным, прорычала душа. Обычные люди никогда не смогут попасть в это место. Если бы я не потратил много энергии, чтобы затащить тебя сюда, как бы ты мог оказаться здесь? Не болтай. Просто подожди. У меня есть планы на тебя. Мне нужно вернуться. Почему ты привел меня сюда? Пожалуйста, отправь меня обратно. Взревел Шиянь. Даже не думай об этом. Душа холодно усмехнулась. Я использовал много энергии, чтобы привести тебя сюда. Как я могу отпустить тебя? Я говорю тебе, если ты мне не поможешь, ты никогда не можешь мечтать о том, чтобы выбраться из этого места. Я знаю, что ты совершенствуешь пространственную концепцию, но без моего руководства ты не сможешь использовать свою силу, чтобы выбраться из этого места. Лицо Шияня помрачнело. Он молчал. Его глаза стали алыми. ССС. Из его пальца вырвалось множество звездных лучей, разрывая пузыри целись в его душу. ССС. ССС. Звездные лучи, которыми выстрелил Шиянь, быстро исчезли. Они не смогли собрать больше энергии. Когда они собирались войти в пузырь, энергия света не превышала и одной десятой необходимой энергии. Расплывчатое древнее лицо презрительно фыркнуло. Появился луч духовной энергии. Пространственные косы собрались, нападая на звездный свет Шияня. Ф-ф-ф-ф. Атака Шияня была мгновенно разбита, и она не могла быть угрозой для других. Малыш, не трать свою энергию. Я понимаю, что это место намного лучше тебя. Поскольку ты всего лишь во втором небе сферы первозданного Бога, я бы не взял тебя сюда, если бы ты мог напасть на меня, злобно улыбнулся старик. Лучше веди себя хорошо. Если ты поможешь мне с этим, я верну тебя обратно. Я даже сделаю тебе большой подарок. А вот если ты будешь помнить эту глупую мысль, ты останешься здесь со мной до конца своей жизни. Мне было очень одиноко в течение нескольких тысяч лет. Хорошо, что мне теперь есть с кем поговорить. Кто ты? С чем я должен тебе помочь? Нахмурился Шиянь, успокаивая свой разум. Ты хочешь, чтобы я работал на тебя, верно? По крайней мере, ты должен сказать мне о том, что я должен буду сделать. Муахахаха. Когда настанет подходящий момент, я скажу тебе. А пока тебе просто нужно смириться со своей судьбой, эксцентрично засмеялась бестелесная душа. Не волнуйся. Если ты сделаешь все возможное, чтобы помочь мне, я не буду плохо обращаться с тобой. Тебе повезло, что ты попал сюда. Ты даже не знаешь, сколько воинов пытались исследовать это место, но они так и не нашли дверь. Малыш, тебе повезло. Глава 956. Есть тщательное постижение, находясь в таинственной пространственной трещине. Шиянь не мог понять, сколько прошло времени. Он не знал, что время летело быстро. Однако он знал, что прошло уже достаточно много времени. Его настроение стало еще хуже. Он не мог успокоиться, так как не хотел оставаться в этом месте, не имея ни малейшего представления о том, как сбежать. Сколько прошло времени? Шиянь спросил эксцентричного мужчину в пузыре. Этот старый урод всегда молчал. Иногда Шиянь думал, что он будет молчать до конца своей жизни. Если он не задаст ему вопрос, то этот эксцентричный старик никогда и не обратит на него внимания. Возможно, он привык к одиночеству за сотни или тысячи лет. Он уже давно молчал. Сколько прошло? Эксцентричная душа вздохнула. Я здесь уже несколько тысяч лет. А ты? О, с тех пор, как я притащил тебя сюда, прошло уже три года. Не много времени. Три года – это всего лишь мгновение. Поскольку мы все стремимся к истине концепции, три года – это всего лишь мгновение ока для нас. Он расслабленно ответил. Услышав его ответ, Шиянь побледнел. Его сердце погрузилось в пропасть. Он посмотрел на старого урода с обидой и яростью. Тебе все равно на время, но мне нет. Шиянь безумно закричал в своей голове. Внезапно он понял, что ничего не смог сделать со звездой Старой Орхидеи в районе Дальнего Запада. Независимо от того, что случилось со звездой Старой Орхидеи, он не смог помочь. Он не смог им помочь. Трех лет было достаточно для того, чтобы Дофин из Кровавой Алибарды и Найджел из клана Призрачного Знака уничтожили звезду Старой Орхидеи. Если они хотели что-то сделать, они должны были уже это сделать. Шиянь был глубоко опечален. Он начал беспокоиться о своих друзьях на звезде Старой Орхидеи. Он не знал, смогут ли клан Ян и клан Ши избежать этого бедствия. Он не знал, сколько из них, товарищей, с которыми он пережил много трудностей, чтобы вытащить их из материка благодати, смогли выжить в этот раз. Его взгляд стал жестоким. У него было много глубоких обид в отношении этого старого урода. Если бы он не вмешался, Шиянь смог бы снова появиться в Агатовой Звездной области. Он мог использовать формацию дитя, чтобы телепортировать людей и материалы Звезды Старой Орхидеи, чтобы избежать расправы от рук Кровавой Алибарды и Найджела. Однако было уже поздно. За то, что он сделал, расплатятся люди на Звезде Старой Орхидеи. Глубоко вздохнув, он тихо сел, его взгляд был холодным. Если Звезда Старой Орхидеи будет уничтожена, когда он покинет это место, он определенно будет преследовать и убивать любого, кто напал на Звезду Старой Орхидеи, чтобы отомстить за своих друзей. Он знал, что думать о Звезде Старой Орхидеи – просто пустая трата усилий. Он решил подумать о том, как выбраться из этого проклятого места. Он продолжал расспрашивать эксцентричного человека о цели этого путешествия. Он хотел знать, что он должен сделать. Однако этот урод все скрывал. Каждый раз, когда Шиянь задавал ему вопрос, он просто отвечал. «Я скажу тебе тогда, когда мы туда доберемся». Шиянь был зол. После того, как он узнал, что он не узнает реальную ситуацию от этого человека, он больше не думал об этом. Оставаясь внутри синего пузыря, он притих, вращая духовный алтарь, чтобы постичь концепцию жизни и смерти. В центре поля разбитых звезд он пересек мост жизни и смерти, который был волшебным наследием жизни и смерти с огромными способностями пространственной силы. Прозрачные отпечатки ладони исчезли в его теле Бога, входя в ярус концепции в его духовном алтаре. В этот момент он отправил свою душу на ярус концепций, чтобы исследовать и постичь тайны концепции жизни и смерти. Ярус концепций был разделен на три отдельных секции, включая пространственную концепцию, концепцию жизни и смерти и звездную концепцию. У этих трех концепций не было реальных сущностей, но были колебания энергии. Когда он не использовал силу, эти колебания энергии были крошечными, и их почти невозможно было распознать. Его душа мелькнула, и его тело Бога выпустило область намерений жизни и смерти, создав маленькую область Бога. Глубоко внутри яруса концепции секция жизни и смерти внезапно странно завибрировала. Это было похоже на движение авиабазы, но на самом деле это была просто энергия. В этой секции летали прозрачные отпечатки ладоней. Это были отпечатки ладоней, которые вошли в его тело. Эти отпечатки ладони не были настоящими, поскольку они были просто иллюзиями, созданными в его сознании, которые можно было постичь только через душу. Прозрачный отпечаток ладони мог часто меняться. Он переключался между энергией жизни и смерти, как будто проецировал жизненный цикл жизни и смерти. Возрождение. Казалось, он видел огромное количество существ, которые появились в этой области в форме души. Прожив там некоторое время, они постепенно потеряли свою жизнеспособность, приближаясь к последнему этапу своей жизни. В конечном итоге они умерли. От рождения до смерти был просто цикл неба и земли. Это был основополагающий принцип мира, что никакая сила не могла измениться. Тем не менее казалось, что этот цикл в его ярусе концепции замедлился, чтобы длиться вечность. Он видел все ясно. Рождалось существо. Оно росло, как и его жизненная сила, прежде чем постепенно начинало снижаться. Казалось, что любое живое существо будет разлагаться, привязанное к цепям смертного мира. У этих существ не было реальных форм. Шиянь просто чувствовал их. Он чувствовал, что некоторые из них быстро умирают, а некоторые умеют собирать и использовать энергию, чтобы замедлить скорость своего исчезновения. Несмотря на то, что все они в конце концов исчезали, некоторые жили дольше других. В этом уголке концепции он чувствовал изменения миллиардов жизней. Когда существо исчезало, его душа испускала энергию, возвращаясь в землю и небо. Души существ были также своего рода энергией неба и земли. Они могли быть сильными или слабыми, и все они должны были умереть и возродиться. Он был просто наблюдателем. Он не имел права присоединяться ко всему этому. Он мог использовать только свою душу, чтобы тихо ощущать. Ему казалось, будто он смотрит исторический фильм, глядя на всевозможных существ с момента их рождения до последней минуты их жизни. Однако он не мог вмешиваться. Это было сущностью концепций, которую ему передал предшественник. Этот эксперт, казалось, имел невообразимое понимание концепции жизни и смерти. Он мог использовать свою силу, чтобы спроецировать смерть существ в мире. Несмотря на то, что Ши Янь тоже совершенствовал концепцию жизни и смерти, он еще не достиг такого уровня. У него было чувство того, что его предшественник может присоединиться к жизненному циклу существа от рождения до смерти. Казалось, он мог незаметно контролировать все. Глаза Ши Яня просветлели, когда он подумал об одной такой возможности. Если этот предшественник мог контролировать существ и их жизни смерть, он мог убивать или оживлять их так, как ему было угодно. Что это было за существо? Мог ли он создавать существ? Ши Янь был напуган этими мыслями. Создание жизни было ограниченной областью жизни, которую он не смел вообразить. Со дня, когда он начал совершенствовать свои концепции, он находился на материке благодати, в звездной области неистового пламени, а теперь в агатовой звездной области. Не правда ли, что существа рождены матерью природой? Существовало ли существо, способное создать жизнь? Если это существо действительно существовало, использовало ли оно какую-то неизвестную грозную силу для создания самого Ши Яня? Десяти великих рас на материке благодати и других своеобразных рас в агатовой звездной области? Создание жизни и разных рас. Что это было за сила? Это было за пределами его воображения. Однако, когда он наблюдал за жизненным циклом разных существ на своем ярусе концепций, он внезапно понял кое-что создание существ. Похоже, для воинов, совершенствующих концепции у жизни и смерти, это возможно. Ши Янь не знал, коснулся ли этот предшественник этой ограниченной области жизни или нет. Тем не менее, он дал ему направление. Ши Янь чувствовал, что, поскольку его предшественник постиг концепцию жизни и смерти на высоком уровне, он понимал некоторую ограниченную информацию, которую другие существа в мире не должны были знать. Он искал ее, но Ши Янь не знал, добился ли он успеха. Если он преуспел и получил силу создавать жизни, то стал ли он могущественным создателем, источником всех существ? Ши Янь был озадачен. Чем больше Ши Янь понимал чистую концепцию, которую оставил ему предшественник, тем больше он осознавал, насколько огромной она будет, когда он достигнет вершины своей концепции. Когда воин полностью совершенствовал свою концепцию, он мог глубже понять тайны неба и земли. Ши Янь рассмотрел две другие свои концепции. Пространственную и Звездную Если бы концепция жизни и смерти достигла максимума, она могла бы создавать жизни расой и силой вмешиваться в жизни смерть. Но что насчет пространственной концепции? Нахмурившись, он размышлял над этой мыслью, пока его душа тихо просачивалась к секции пространственной концепции. Он внезапно вспомнил, что он находится в пространственной трещине. Если концепция жизни и смерти могла коснуться самых глубоких ограниченных областей, что было бы, когда пространственная концепция достигнет предела? Картина, которую он никогда не осмеливался представить, медленно раскрывалась в его глазах. Казалось, он видит совершенно новый мир, где его видение и воображение наконец открылись. Создание нового пространства Создание разных пространств Это были лучшие силы, которые он мог себе представить. Как только у него появилась эта мысль, он растерялся. Сможет ли он создать целую звездную область и бесконечную Вселенную внутри пространственной трещины, в которой он находился? Копая дальше, он связал свои возможности со звездной концепцией. Были ли эти звезды созданы людьми? Как только он поймет звездную концепцию и узнает о том, как создать звезду, сможет ли он использовать энергию для изготовления и затем передать ей энергию источника. Сможет ли он создать планету таким образом? Если бы он мог добавить энергию источника на эту планету, он также мог бы создать древний континент. С этого момента его видение и восприятие мира вышли на новый уровень. Его душа двигалась вокруг трех секций концепций, чтобы искать и постигать. Он впервые пытался прикоснуться к самым глубоким уровням своих сил. В пространственной трещине не было понятия времени. На этот раз он долго изучал свои силы. Прошло столько времени, что он почти забыл о себе. Это продолжалось до тех пор, пока старый урод не позвал его. Очнись. Мы почти прибыли. Шиянь проснулся. Он выглядел так, как будто его жизненная форма возвысилась. В этот момент его аура тоже была другой. Глава 957. Три души. Сколько прошло времени? После того, как Шиянь очнулся, он сразу же задал самый важный вопрос. Сколько времени прошло с тех пор, как я погрузился в совершенствование? Не очень много. Всего 11 лет. Злобно ухмыльнулся старый урод. Малыш, твой врожденный талант не так уж и плох. Ты можешь войти в самый глубокий уровень понимания концепций. Это очень поможет тебе в понимании концепций. Это поможет тебе понять происхождение силы. Шиянь расстроился. Прошло 11 лет. Для этого монстра, который прожил десятки тысяч лет, 11 лет были всего лишь мгновением. Но для Шияня это был большой отрезок времени. На звезде старой орхидеи уже осела пыль. Верно? Лицо Шияня стало печальным, и он неслышно вздохнул. Он ненавидел себя. В течение всего этого времени он погружался в область магических намерений, изучая пространственную и звездную концепции, а также концепцию жизни и смерти. Этот вид обучения не был применением силы, поэтому он не мог значительно увеличить его сферу. Это было похоже на исследование природы сил, ее начала и конца. Он мог получить свое собственное объяснение и уникальное понимание самого высокого уровня своих сил, которой было истинной концепцией. Шияню было еще слишком рано понимать глубочайший смысл своих сил. Однако если он узнает эти вещи как можно раньше, то не потеряет себя на своем пути в будущем. Отклонение от пути могло привести к тому, что он испортит свое совершенствование и в конце концов разрушит свой духовный алтарь. Он знал, что он получил. Такую пользу нельзя было описать словами. Если бы он не прикоснулся к ней сам, он не смог бы понять ее, несмотря на то, что у него был отличный наставник. Мы прибыли. Шиянь очнулся от своих мыслей, и его глаза просветлели, когда он пробормотал. Наконец-то мы прибыли. В этот раз мы прибыли рано, прошептал эксцентричный старик. Теперь его лицо было более реалистичным. Его взгляд был задумчивым и необъяснимым. Казалось, он тонет в своей памяти, слабо вздыхая. Он посмотрел на Шияня и сказал. Много лет назад у меня все еще было тела Бога, и мой духовный алтарь не был сломан. Эх, я надеюсь, что в этот раз я смогу получить то, что хочу. Когда он сказал это, Шиянь стал серьезнее. Он почувствовал опасность. Этот мужчина выживал в пространственных трещинах в течение тысяч лет. Раньше у него было тело Бога. Что с ним произошло? Что разрушило его тело Бога и духовный алтарь? В этой пространственной трещине, хотя в ней и были разъедающие пространственные косы, которые представляли значительную опасность для воинов. Люди, которые достигли определенного уровня, чтобы сгустить четырехъярусный духовный алтарь, могли легко выжить. Их духовные алтари не пострадали бы. Этот мужчина находился в этой пространственной трещине, и его духовный алтарь разбился. Должно быть, он столкнулся с какой-то опасностью, которой не смог противостоять. Что это могло быть? Будут ли у меня такие же последствия, как у него? Но настроение Шияня резко ухудшилось. Десятки тысяч пузырьков в его поле зрения медленно двигались вперед. Это были только те, что он мог видеть своим ограниченным зрением. Вероятно, в областях, которые он не мог видеть, было бесчисленное множество похожих пузырьков. Шиянь не знал, что это были за пузыри и сколько их было здесь. Он не знал, куда они направляются. Тем не менее, он был достаточно чувствителен, чтобы понять, что эти пузыри ускоряются. Похоже, что сила, которая притягивала их, становилась сильнее и заставляла их двигаться быстрее по мере их приближения к месту назначения. На другом конце, куда направлялись пузыри, должна была быть какая-то энергия, которая тихо воздействовала и направляла все эти пузыри собраться в той точке. Пока он был поглощен своими мыслями, старый урод внезапно нахмурился. В его взгляде мелькнуло раздражение. Он выругался. Он еще не умер. Ну, если ты можешь выжить здесь, то почему я должен умереть? Затем из далекой области раздался холодный голос. Шиянь слегка побледнел. Это был второй раз, когда он услышал, как кто-то еще разговаривает в этой пространственной трещине. Этот голос был холодным, как лед. Он был холодным, как ледяной туман, окутывающий его тело, вызывая раздражение. Сразу после этого он увидел пучок холодного света, который тащил за собой большой синий пузырь и быстро приближался к нему. Этот холодный свет был просто массой холодного воздуха. Это была душа воина. Тем не менее у нее не было черт лица, так как это была просто масса холодного воздуха. В синем пузыре рядом с этим холодным светом была женщина. Женщина из ледяного клана. Шиянь с первого взгляда понял, что это женщина из ледяного клана Агатовой Звездной области. Они не сильно отличались от людей, кроме своей белоснежной кожи. Казалось, что они были ледяными скелетами, что делало их чрезвычайно элегантными, холодными и далекими. Этой женщине было около 20. На ней были белоснежные доспехи и корона. Ее кожа была белоснежной, а лицо изящным и красивым. Она была длинноногая и с большой грудью. На ее руках парил холодный туман. Холодный свет и женщина не были одним человеком. Они были двумя разными живыми существами, так же, как и Шиянь и Урод. Это были души, которые привели человека, у которого было тело. Эта женщина из ледяного клана высокомерно стояла в синем пузыре. Ее сфера была намного выше его сферы. Она была на первом небе сферы бесплотного бога. Ее лицо было холодным, а глаза были похожи на две острые сосульки. Она нахмурилась и посмотрела на них, а затем ее лицо стало холоднее. О, тебе не повезло. А почему у тебя ребенок на втором небе сферы первозданного бога? Может ли он это выдержать? Холодный свет издевался над старым уродом. Похоже, в этот раз ты ничего не получишь. Эксцентричный мужчина, который схватил Шияня, фыркнул. Его лицо потемнело. Он не шел на попятную, поскольку это показало бы, что ему было стыдно за то, что он привел Шияня. У него были свои трудности. В прошлый раз он сильно пострадал. У него не было достаточно энергии, чтобы выбрать кандидата. Если бы Шиянь не построил пространственную дверь в тот самый момент, он не смог бы никого найти. Изначально он решил сдаться. В тот момент, когда он почувствовал Шияня в пределах своего диапазона, он попытался втянуть его в пространственную трещину. После того, как он схватил Шияня, ему стало грустно, потому что сфера Шияня была слишком низкой. Он понял, что его надежда на этот раз была напрасной. Но он все равно должен был попробовать. У него не было лишней энергии, чтобы найти другого способного кандидата. Хотя Шиянь был просто побочным продуктом, он мог только принять это. Мог ли Шиянь помочь ему или нет, это было в руках божьих. Ты нашел женщину из своего клана? Старый урод был сбит с толку на мгновение. Он посмотрел на женщину из ледяного клана, нахмурившись. Она, она знает о том, что произойдет. Холодный свет молчал. У женщины из ледяного клана внутри синего пузыря был спокойный, но холодный взгляд. Она сказала, это не имеет к тебе никакого отношения. Старик улыбнулся, качая головой. Бедный ребенок, как насчет тебя? Ответил холодный свет. Знает ли тот, кого ты нашел, о том, что произойдет? Ха-ха, возможно, он не знает. Много лет назад мы были такими же, как они. Нас притащили сюда, а мы ничего не знали. Затем мы потеряли наши тела Бога, и наши духовные алтари рухнули. Посмотри на нас сейчас, казалось, холодный свет издевался. Прошло столько лет. Это словно реинкарнация, мы стали создателями. Эх, значит, это наша судьба. Взгляд Шиеня был холодным. Он посмотрел на эксцентричного мужчину. Судя по вашему обсуждению, у меня не будет достойного конца. Не так ли, достойного конца? Старый урод странно засмеялся. Если ты не преуспеешь в этом месте, то у кого будет хороший конец? Малыш, не ненавидь меня. Я предоставляю тебе хорошую встречу. Все зависит от того, сможешь ли ты принять ее. Так как ты здесь, у тебя по крайней мере есть шанс. Какой шанс? Шиянь не думал, что будет благодарен за него. Он насмехался над ним. Шанс для моего тела Бога и души исчезнуть? Ну, твоя душа не обязательно исчезнет. Но лучшее состояние, которое ты можешь получить, это стать таким, как мы. Потерять свое тело и разрушить свой духовный алтарь. У тебя останется только клочок твоей души, сказал Холодный Свет. Шиянь был полон холодного намерения, как будто он упал в ледяную комнату. Он почувствовал, что его температура понижается. Он вдруг понял, что на этот раз ничего хорошего не произойдет. Этот урод привел его сюда для того, чтобы Шиянь что-то сделал для него. Старику было все равно, сможет ли Шиянь выжить. Холодный Свет и Старик замолчали. Они больше ничего не говорили, поскольку они чего-то ждали. Синие пузыри все еще плыли. Спустя неизвестное количество времени перед ними появился огромный синий пузырь. В нем был дракон. Злой дракон. Длина этого злого дракона была около 2000 метров. Было трудно удержать каждый дюйм этого злого дракона внутри пузыря. Над головой дракона висел темно-синий свет. Это была еще одна душа. Лицо эксцентричного старика изменилось. Холодный Свет тоже был потрясен. Они оба испугались, глядя на темно-синий свет над головой злого дракона. Злые драконы принадлежали клану монстров. В этом племени были существа с самыми крепкими, нерушимыми телами в племени монстров. Когда он был на звезде Старой Орхидеи, Насинь обнаружил череп злого дракона. Тогда они безумно обрадовались. Гигант рассказал ему его характеристики и насколько сильным был злой дракон. Поэтому Шиянь с первого взгляда понял, что это был злой дракон. Некоторое время понаблюдав, он убедился, что этот дракон был как минимум 12 уровня. Его силу можно было сравнить с силой эксперта сферы бесплотного бога. Однако его тело было намного сильнее, чем у воина в той же сфере. Казалось, что синяя душа, парящая над головой дракона, ограничивала душу дракона. Дракон не мог даже выпустить свою духовную энергию. Он постоянно пытался это сделать, но как бы он ни старался, он не мог избавиться от ограничения синей души. Ты схватил злого дракона. Ты не боишься, что его племя найдет тебя и отомстит? Удивленно спросил старик. Если они захотят найти меня и отомстить, они должны сначала войти сюда, верно? Если я смогу выбраться отсюда, буду ли я бояться племени злого дракона? От синего света послышался высокомерный смех. Чтобы поймать этого потерянного злого дракона, я приложил немало усилий. На этот раз я должен преуспеть. Лицо эксцентричного старика потемнело. Он взглянул на шеяня, неохотно вздыхая. Он знал, что на этот раз его шансы невелики. Живые существа с реальными сущностями могли обеспечить их успех. Чем сильнее были их тела, тем больше возможностей у них было. Поскольку у ледяного клана было уникальное телосложение, их тела тоже были выносливыми. Злые драконы из клана монстров были действительно знаменитыми существами в больших звездных областях благодаря их внушительным крепким телам. Урод подумал, что шеянь не стоит даже упоминания по сравнению с женщиной из ледяного клана и злым драконом. Глава 958. Вмешаться. Три души были в трех разных синих пузырьках, быстро двигаясь вперед. Шеянь, женщина из ледяного клана и злой дракон также были с ними в пузырях. Через некоторое время эксцентричный мужчина, предшественник ледяного клана и человек, который появился последним, разговаривали с использованием своих душ. Затем они внезапно применили силу. Пузыри шеяня и женщины из ледяного клана быстро полетели вперед, сливаясь с огромным пузырем, в котором находился злой дракон. Оставайся неподвижным. Мы кое-что организуем. Старик сообщил шеяню и рассмеялся, прежде чем уйти с двумя другими душами. Шеянь, женщина из ледяного клана и злой дракон теперь находились внутри огромного пузыря. Три души что-то сделали, чтобы пузырь шеяня перестал двигаться. Пузыри разного размера все еще двигались вокруг них, направляясь куда-то вперед, в то время как их пузырь, казалось, избавился от какой-то всасывающей силы на другом конце. Душа злого дракона изо всех сил пыталась пошевелиться. Однако они не знали, какое духовное ограничение наложил на него человек, пришедший последним. Как бы сильно дракон не пытался сгустить свою духовную энергию, он не мог избавиться от этого ограничения. Его огромное тело дрожало, безнадежно покачиваясь. Он выглядел отчаянным и расстроенным. Ты знаешь, что происходит? У этих двоих не было тел. Зачем они привели нас сюда? Шеянь был холоден и суров, спрашивая женщину из ледяного клана сразу после того, как остальные трое ушли. Шеянь видел, что эта женщина из ледяного клана слушалась их. Казалось, она что-то знает. Шеянь не хотел, чтобы против него строили заговор. Сначала он хотел узнать ситуацию, чтобы выработать стратегию против урода. К сожалению, женщина из ледяного клана презирала его. Она один раз посмотрела на него своими ясными и холодными глазами, а затем отвернулись. Она не хотела говорить с ним. Мгновение спустя женщина из ледяного клана взлетела и приземлилась на голову злого дракона. Вокруг ее тела появилась очищенная холодная энергия, когда она выпускала свою духовную энергию, которая проникала в голову дракона. Она хотела помочь дракону избавиться от ограничения. На ее белоснежных щеках выступили капли пота и покатились по ее тонкой шее. Поскольку она совершенствовала чрезвычайно холодную энергию, ее тело было настолько холодным, что даже ее пот замерзал сразу после того, как появлялся. Она сосредоточилась, ее лицо было суровым и холодным. На ее теле парил холодный туман. Из ее десяти изящных пальцев выходили потоки ледяного воздуха, похожие на кристаллы, дюйм за дюймом проникая в голову злого дракона. Дракон понял ее поступок. Он удивился и ощутил надежду. Эти двое одновременно призвали силу. Огромное тело дракона медленно замерзло. Его полностью покрыл мощный холодный воздух. Женщина из ледяного клана стала более серьезной. Она постоянно выпускала энергию и даже использовала силу своего бесплотного пространства. Из его глобелы исходили паутина и лучи света, которые сверкали как лед, направляясь к злому дракону. Дракон зашевелился. От его покрытого туманом тела послышался треск. Он, казалось, потребляет много энергии. Из головы злого дракона внезапно появилась треугольная печать, которая несла огромные колебания духовной энергии. Злой дракон выглядел несчастным. Его огромные глаза были полны страха и обиды. Духовная энергия внутри этой печати выпустила резкие колебания, нацеливаясь на дракона. Эта печать была высшей формой ограничения, используемой, чтобы заточить душу дракона. Чем больше дракон шевелился, тем ярче становилась треугольная печать. Она выглядела как три лезвия, которые резали душу дракона и заставляли его огромное тело дрожать и извиваться от боли. Сверкающее лицо женщины из ледяного клана, похожее на лед, побледнело. Ее пот превратился в шарики льда. Кажется, она потребила значительное количество энергии. Злой дракон боролся долгое время. Со временем он больше не мог противостоять боли в душе. Он потерял надежду и хотел сдаться. У женщины из ледяного клана был холодный взгляд. Она закричала, и ее голос был как острые сосульки. Если ты сдашься сейчас, то потом у нас не будет шансов. Поскольку душа дракона была ограничена, у него не было сил говорить. В гигантских зрачках дракона были видны его страдания и боль. Кажется, печать заблокировала его способность использовать душу для общения. Ситуация дракона была намного хуже, чем уши яня и женщины из ледяного клана. Услышав крик женщины из ледяного клана, злой дракон взял себя в руки. Они начали призывать больше энергии. Дракон продолжал покачиваться. Огромное тело длиной более двух тысяч метров длиной стекало кровью из чешуи. Это был знак того, что чудовище изо всех призывало свою энергию. Чтобы избавиться от этого ограничения, дракон, казалось, хотел рискнуть своей жизнью. Женщина из ледяного клана и злой дракон, казалось, знали свою судьбу. Чтобы избежать этой суровой судьбы, они пытались избежать ограничения трех душ. Однако никто из них ничего не рассказал шилиню. Они не считали, что Шиянь может как-то помочь. Они знали базу совершенствования Шияня. По их мнению, второй небосферы первозданного бога Шияня не стоило даже упоминания. Он никак не мог помочь им. Поэтому они не удосужились объяснить ему что-то или хотя бы взглянуть на него. Шиянь нахмурился в синем пузыре, его лицо было темным и холодным. Он спокойно смотрел на женщину из ледяного клана и злого дракона. Спустя долгое время он, как и женщина из ледяного клана, начал быстро скользить к злому дракону. Посмотрев на женщину, чья кожа была похожа на снег, и которая была такой же красивой и элегантной, как снежинка, он решительно спросил. Вам нужна помощь? Злой дракон не мог его видеть, но он слышал его. Он на мгновение прекратил шевелиться. Женщина из ледяного клана нахмурилась и посмотрела на него холодным взглядом. Ты не можешь помочь нам. Тебе просто нужно оставаться на месте. Не разговаривай, не мешай и не отвлекай нас. Вот как ты можешь помочь нам. Шиянь был удивлен. Некоторое время поразмышляв, Шиянь продолжил. Ты хочешь помочь злому дракону избавиться от духовного ограничения, верно? У женщины из ледяного клана во взгляде мелькнуло презрение, как будто разговор с ним мешал ее концентрации. Она не обернулась и не ответила ему, а просто продолжала выпускать больше энергии. Она использовала свою духовную энергию, чтобы помочь дракону противостоять треугольной духовной печати. Духовная печать принадлежала той внушительной души. Она была похожа на необъяснимый магический замок, который запер душу дракона. Если они хотели освободить дракона, им нужно было разблокировать ее или уничтожить силой. Женщина из ледяного клана и дракон использовали второй метод. Они хотели уничтожить печать и освободить дракона. Увидев, что женщина из ледяного клана и дракон игнорируют его, Шиянь протянул левую руку, положив ее на голову дракона. Не вмешивайся, или же мы получим обратный эффект. Женщина из ледяного клана оглушительно закричала. Она повернулась к нему, ее глаза были похожи на сосульки. Если ты сделаешь что-то опрометчивое, не вини меня за то, что я не проявила пощады. Злой дракон зашевелился сильнее. Из его чешу и даже брызнула кровь. Он выглядел таким обеспокоенным, как будто не хотел позволять Шияню, эксперту низкой сферы, вмешиваться в эту трудную ситуацию. Они думали, что Шиянь может только побеспокоить дракона. Однако, в тот момент, когда он собирался остановить его, в его гигантских глазах мелькнуло замешательство. Через пять секунд огромное тело злого дракона задрожало. Он был счастлив. После того, как Шиянь положил руку на голову дракона, женщина из ледяного клана почувствовала новую, огромную жизненную силу, движущуюся в теле дракона. Эта жизненная сила была густой и несла силу неба и земли, принося дракону огромную пользу. Он использовал способность отдавать жизненные силы, а она о таком ничего не знала. Получив обильную жизненную энергию, у усталого дракона появилось больше сил. Он неслышно взревел и снова начал бороться. Ясные, но холодные глаза женщины из ледяного клана просветлели. Она кивнула, равнодушно разговаривая с Шияним. Просто вкачай в него больше жизненной энергии. Не останавливайся. Она была властной и отдавала приказы. Она подумала, что только если Шиянь выполнит ее приказы, это принесет удачу всем троим. Шиянь только улыбнулся, не обращая на нее внимания. Тем не менее он выпустил больше энергии, чтобы помочь дракону восстановить свою энергию. В далеком от них пузыре надменная душа внезапно презрительно усмехнулась. Эти трое детей скооперировались, чтобы помочь злому дракону избавиться от моего ограничения. Холодный свет вспыхнул, но промолчал. Эксцентричный старик, который привел сюда Шияня, покачал головой. Это просто пустая трата усилий. Это нормально, что они борются. Не все так глупы, как ребенок, которого ты сюда привел. Душа продолжала насмехаться над ним. Ну, парень, которого ты привел сюда, не знает о том, что произойдет. А, ха-ха, бесполезно скрывать от него такие вещи. У него есть только второе небосферы первозданного Бога. Он сможет это вынести? Ты думаешь, что сможешь занять его тело Бога до того, как он будет уничтожен? Лицо эксцентричного мужчины потемнело. Он фыркнул. Я не спрашивал твоего мнения. Несмотря ни на что, я должен попробовать. У этого ребенка крепкое тело. Я проверил это. Может быть, он сможет выдержать это. Ха-ха, хорошо. Я также хочу посмотреть, сможешь ли ты одолжить его тело, чтобы войти. Засмеялась надменная душа. Это девушка из твоего ледяного клана. Она необыкновенная. Ее тело Бога было специально натренировано. Она хороший воин. Почему вы, ребята, хотите уничтожить ее? Урод посмотрел на холодный свет. Она знает всю ситуацию. Она жертва, которую принес мне мой клан. Она знает смысл своего существования. Ледяной клан воспитал ее для того, чтобы привезти ее сюда, чтобы помочь мне попасть туда. Холодный свет вздохнул, как будто он немного колебался. Как жаль. Не похоже, что она приняла свою судьбу. Ха-ха, она помогает моему злой дракон. Эх, жаль, жаль, что она не сможет этого сделать. Снова вздохнул холодный свет. Глава 959. Разделать курицу перочинным ножом вокруг тела Бога. Женщина из ледяного клана кружился холодный воздух, сверкая, как лед, который затем проникал в злого дракона. Злой дракон все еще шевелился, используя свою энергию. Шиянь положил одну руку на голову дракона, пытаясь использовать концепцию жизни и смерти, чтобы усилить дракона. Он постоянно вливал свою бурную жизненную силу в дракона, чтобы помочь ему переносить его страдания. Эти трое пытались сломать треугольную печать. Однако спустя долгое время печать все еще не была уничтожена. Со временем женщина из ледяного клана больше не могла терпеть. Она использовала свои силы слишком долго. Она устало вздохнула, ее взгляд был удрученным, словно она уже потеряла надежду. После этого злой дракон тоже остановился. По его глазам было видно его крайне подавленное состояние. Они хотели сдаться. Шиянь нахмурился. Его лицо стало более серьезным. Его разум мелькнул, и из его кольца иллюзорного неба вылетели божественные кристаллы. Он взял их в руку, сел, скрестив ноги, на голове дракона, поглощая энергию из кристаллов, чтобы пополнить свою энергию. Женщина из ледяного клана увидела это и тоже вынула свои божественные кристаллы, а потом села, чтобы восстановить свою энергию. Злой дракон перестал двигаться. Он оцепенел, а энергия в его теле медленно успокаивалась. Когда дракон сдался, треугольная печать на его голове медленно потускнела. Они не разговаривали. Спустя много времени Шиянь закончил пополнять энергию и повернулся к женщине из ледяного клана, тихо спросив, что случилось. Этот мужчина привел меня сюда, и я понятия не имею, что происходит или что это за место. Ты можешь рассказать мне? Женщина из ледяного клана ранее презирала его, однако теперь ее отношение к нему улучшилось, так как она думала, что он был полезен. Она равнодушно ответила, мы все умрем. Шиянь кивнул. Он не особо удивился. Эти три души хотят причинить нам вред, я знаю это. Я просто хочу знать, что они могут сделать. Им нужно тело, чтобы войти в то место, куда они хотят пойти. Но у них всех нет тел. Мы их контейнеры из плоти. В тот момент, когда мы туда попадем, они овладеют нашими телами. До того, как наши тела будут уничтожены, они попадут в определенное место. Женщина из ледяного клана вздохнула и неохотно сказала. В лучшем случае мы потеряем свои тела, и наши духовные алтари сломаются. Тем не менее мы все же сможем оставаться живыми с клочком души, как они сейчас. Если нам не повезет, то у нас не останется и души. Мы окончательно погибнем. Лицо Шияня изменилось. Злой дракон зашевелился, глядя перед ними так, будто хотел что-то сказать. Однако его душа была ограничена, поэтому он не мог присоединиться к обсуждению Шияня и женщины из ледяного клана. Дракон корчился. Нет даже маленького шанса. Шиянь некоторое время размышлял, а потом задал второй вопрос. Если он сможет избавиться от ограничения, возможно, мы сможем найти способ выжить, когда объединимся. Но боюсь, это будет тяжело, сказала эта женщина из ледяного клана с огорченным видом. Шиянь помрачнел и глубоко вздохнул. Он посмотрел на злого дракона, шепча. Позволь мне попробовать, хорошо? Женщина из ледяного клана была удивлена. Некоторое время она рассматривала его, а затем сказала. Хочешь попробовать? У тебя есть только второй небосферы первозданного бога. Что ты можешь сделать? Всегда можно попытаться. Если мне не удастся, тогда и обсудим. Улыбнулся Шиянь. Пока она смотрела на него, он протянул руку и положил ее на голову дракона. Лицо женщины из ледяного клана стало суровым, когда она наблюдала за ним. На этот раз Шиянь не давал злому дракону жизненной энергии. Он выпускал колебания души. Из его руки вылетел клочок очищенной души, проникая в голову дракона. Он сразу почувствовал грозные колебания души злого дракона. В отличие от многих рас, у монстров не было духовных алтарей, и их души не парили над духовным морем. У зверей были другие методы совершенствования. Они фокусировались на закалке своих тел. В голове злого дракона не было духовного алтаря. У него был только огромный кусок духовной энергии. Он был похож на непрерывно движущийся непрозрачный шар. В этот момент этот духовный шар не вращался, поскольку его связывала треугольная печать. Эта печать была сдерживающей энергией, связывающей душу злого дракона, которая мешала ему контролировать свое тело. Он даже не мог говорить. Когда душа Шияня проникла в голову дракона, тусклая треугольная печать засветилась. Из печати начал генерироваться поток сильной энергии. Он последовал за душой Шияня и напал на нее, как будто у него были глаза. Его духовное море теперь было повреждено. Взгляд Шияня стал холоднее. Сжечь он зашипел, и сила духовной энергии, которую он отправил, изменилась. Теперь это был пространственный клинок, который хотел разрезать печать на куски. ССС. 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 Духовная энергия, которая вылетела из треугольной печати, внезапно разделилась и размножилась, как бесчисленные паутины. Она не напала на Шияня, а тихо проникла в душу злого дракона. Казалось, что у этой души в виде паутины было свое сознание, несмотря на то, что она была привязана к мастеру, который ею управлял. Смысл существования этой печати был только в том, чтобы ограничить душу злого дракона. Она не хотела тратить энергию на что-то еще. Шиянь нахмурился. Он понял, что с ней было довольно сложно разобраться. Если он хотел уничтожить эту печать, он должен был войти в душу дракона. Эта печать постоянно двигалась, и ее было тяжело сломать. Духовная энергия Шияня с пространственной силой могла повредить душу злого дракона, если он будет небрежен. Вполне возможно, что он разорвет душу дракона на маленькие кусочки прежде, чем сломает печать. Этого он не хотел. Шиянь раздумывал. Это действительно сложно и раздражает, сказала женщина из ледяного клана. Трудно использовать нашу духовную энергию, чтобы помочь ему. Освободиться может только дракон. Именно поэтому я использовала ледяную энергию, чтобы попытаться заморозить эту печать. Шиянь кивнул. Да, она крепкая. Сфера этого человека достаточно высокая, так же, как и его понимание концепции. Барьер, который он наложил, связан с его разумом, поэтому он движется. Эх, вздохнула женщина из ледяного клана, задумчиво глядя на него. Она подумала, что он потратил свои усилия впустую. Затем она погрузилась в тишину. Шиянь не останавливался. Он думал о возможном решении. Через некоторое время его глаза просветлели, и в его голове возникла мысль. В следующее мгновение в его духовном море тихо изменилась другая его душа. Душа, созданная источником и видами небесного пламени материка благодати, превратилась в палящее пламя. В результате слияния небесного пламени и источника они стали частью его души. Характеристики небесного пламени были также характеристиками его души. Он мог контролировать их и переключать их так, как ему было угодно. Когда он думал о чем-то, его душа тоже менялась соответствующим образом. Эта душа теперь была комбинацией истинного пламени алой птицы, истинного пламени честилища и сути пламени. Эта душа была похожа на палящее солнце. Изменение другой его души создало изменение в его теле. В этот момент его тело стало пугающе красным. Женщина из ледяного клана стояла недалеко от него. Она ненавидела это тепло. Она нахмурилась, инстинктивно отойдя от Шияня подальше. Шиянь не обращал на нее внимания. Он просто продолжал активизировать энергию. Его душа послала клочок пылающей энергии, которая была окутана тонким слоем. Затем он осторожно полетел к душе дракона. Поскольку злой дракон почувствовал что-то ужасное, он начал яростно бороться. В его огромных глазах сверкнул глубокий страх. Тем не менее этот поток пламени не угрожал душе дракона после того, как вошел. Тонкий слой, покрывающий его, казалось, мог запечатать жар пламени внутри, предотвращая высвобождение ужасающего тепла. Тем не менее эта аура все же была очень внушительной. Из-за этого дракон дрожал. Его нервы были напряжены, как будто он боялся того, что пламя в любую минуту превратит его в пепел. Печать скрывалась глубоко в душе злого дракона. Она почувствовала опасность, как только проникла пылающая духовная энергия Шияня. Она быстро перемещалась между уголками души дракона, как электрическое копье. Шиянь слабо улыбнулся. Поскольку эта печать боялась его духовной энергии, это означало, что он действительно мог повредить эту печать этой силой. Эта печать должна была быть сформирована концепцией духовной энергии этой высокомерной души. Как только Шиянь сожжет ее, то душа тоже будет ранена. Духовная печать постоянно двигалась и уклонялась. Шиянь не был нетерпелив, он просто увеличил свою энергию тепла. Постепенно огненное море полностью покрыло душу дракона. Тем не менее у этого огненного моря была тонкая мембрана, созданная энергией источника, которая не позволяла ему сжечь душу злого дракона. Печать, скрывающаяся в душе дракона, в этот момент почувствовала, что что-то не так. Не задумываясь, она воспользовалась шансом вырваться из души дракона, пытаясь сбежать. ССС сгусток света улетел от глаз дракона, как можно быстрее убегая. Некоторое время Шиянь размышлял, его лицо было злым, когда он коснулся своей глобелы. ССС. Пылающее пламя поспешно улетело, целясь в этот пучок света. Сразу после этого была выпущена огненная энергия. ССС. 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 Сбегающая духовная печать быстро расплавилась, сгорела в искрах и рассеялась. Духовная энергия в ней исчезла. Ограниченный злой дракон внезапно взревел. Его огромное тело задрожало, рисуя в пустоте изящную кривую. В его рогах сверкал свет металла, и в его теле снова начала циркулировать энергия. Женщина из ледяного клана со страхом смотрела на Шияня. Она тихо увеличила расстояние между собой и Шиянем. Она ненавидела жар от тела Шияня. Ледяной клан жил в очень холодных местах, поэтому никому из них не нравилось тепло. В самых холодных районах они могли продвигать свою силу быстрее всего. Они инстинктивно ненавидели свет и тепло. Это нехорошо. Женщина из ледяного клана будто что-то вспомнила. Духовное ограничение было наложено этой высокомерной душой. Ты сжег его ограничения. Должно быть, они знают, чем мы занимаемся. На самом деле в тот момент Шиянь колебался, но в конце концов он все равно сжег его. Он был спокоен, когда ответил. Эти трое не особо хорошие люди. Нам не нужно переучивать себя. Если мы сможем причинить им как можно больше вреда, у нас будет больше шансов выжить. Этот проклятый старик, он осмелился наложить на меня духовное ограничение. Я, Макге, заставлю его заплатить за это. После того, как злой дракон снова зашевелился, он взревел и прогремел внутри синего пузыря. Его аура была ужасающей. Я не пощажу его. Глава 960. Злой дракон Макге в той пространственной трещине, где двигались пространственные косы, было место, в котором собирался свет. Это был гигантский синий пузырь размером с целую звезду жизни. Этот пузырь был огромным. В нем было бесчисленное множество потоков пламени. Пузыри, пришедшие отовсюду, исчезали в этом большом синем пузыре. Это место, видимо, было концом этого хаотичного пространственного бассейна. Три души также остановились здесь. Затем высокомерная душа сильно затряслась, словно его сильно ударили. Его лицо стало свирепым. Он выругался. Черт возьми. Они изгнали мое духовное ограничение и даже сожгли его. Холодный свет на мгновение закрутился, прежде чем превратился в холодное человеческое лицо, которое хмурилось, глядя на него. Разве ты не говорил, что злой дракон не может от него избавиться? Лицо эксцентричного старика, который привел Шияня, также изменилось. Кажется, ситуация изменилась. Я не ожидал, что в этот момент произойдет какое-то неожиданное событие. Это был твой человек. Взревела высокомерная душа. Карлос. Ребенок, которого ты привел, совершенствует концепцию тьмы. Нет, это не так. Его огонь обладает аурой небесного пламени. Он слился с источником. Черт. Карлос, почему ты не сказал мне об этом? Человек по имени Карлос был душой, которая притащила Шияня в это место. Вскоре после этого его лицо потемнело. Небесное пламя. Этот ребенок слился с небесным пламенем. Черт возьми. Ибака. Что нам теперь делать? Суровое лицо, сгущенное холодным светом, посмотрело на высокомерную душу и заговорило. Ибака. Как ты заполучил этого злого дракона? Ты можешь привести сюда племя злых драконов? Когда он упомянул племя злых драконов, лица трех душ потемнили. Все они знали о том, насколько опасным было племя злых драконов. Племя злых драконов, надменный Ибака, стал серьезным. Некоторое время он размышлял, а затем покачал головой. Думаю, что нет. Кристин, ты старший ледяного клана. Твой ледяной клан всегда был силен, и ты живешь недалеко от племени злых драконов. С этим племенем так опасно иметь дело. Среди трех душ, того, кто привел сюда Шияня, звали Карлос. Эксперта ледяного клана звали Кристин, а надменную душу звали Ибака. Все они были экспертами Агатовой Звездной области. Они находились на пике сферы Бесплотного Бога, всего в одном шаге от сферы Зарождающегося Бога. Сегодня они собрались ради одной вещи, которая могла помочь им пройти через этот порог, чтобы войти в сферу Зарождающегося Бога. Это также могло помочь им восстановить свои духовные алтари. Кристин был известным мудрецом ледяного клана. Его концепция была невероятной. Он быстро достиг сферы Бесплотного Бога. Он пришел сюда для того, чтобы найти возможность войти в сферу Зарождающегося Бога. Ледяной клан жил недалеко от племени Злых Драконов в Агатовой Звездной области. Они достаточно хорошо знали положение племени Злых Драконов. Когда Ибака заговорил об этом, Карлос также посмотрел на Кристина, который раньше был предшественником ледяного клана. Кристин нахмурился. В нашей Агатовой Звездной области клан Монстров всегда был силен. Племя Злых Драконов было опорой клана Монстров. Они лучшие бойцы клана Монстров. Так как наш ледяной клан живет недалеко от племени Злых Драконов, мы не хотим враждовать с этим могущественным племенем. Племя Злых Драконов любит покрывать ошибки своих членов. Они мстят даже за самые незначительные проступки. Если они узнают о том, что ты схватил члена их клана, они никогда не пощадят тебя. Ибака слушал его, и его лицо было свирепым. Подожди, пока я не достигну сферы зарождающегося бога. Я не буду их бояться. Мы не должны позволить им убежать любой ценой, прошипел Ибака. Иначе никто из нас не сможет избежать пламени гнева племени Злых Драконов. Могут ли они выбраться из этого места? Злобно рассмеялся Карлос. Несмотря на то, что ребенок, которого я привел, совершенствует пространственную концепцию, если он не найдет устья пространственной трещины, он останется здесь навсегда. Некоторое время он молчал, а потом продолжил. Пока просто игнорируйте их. После того, как мы закончим нашу подготовку, мы поймаем их. Кристин кивнул, пытаясь успокоить остальных. Ибака. Духовная энергия не может обнаружить это место. Даже если мы убьем этого маленького злого дракона, никто не узнает об этом. Нам просто нужно убить всех, кто был вовлечен. Когда мы в будущем вернемся в Агатовую Звездную Область, племя Злых Драконов ничего не узнает. Слушая Кристина и Карлоса, Ибака улыбнулся. Да, это правда. Мы должны сначала закончить наше дело. Три души немедленно вернулись к своей работе. Они летали за пределами огромного синего пузыря, собирая больше пузырей. Они сжимали гигантские пузыри и заставляли их слиться с самым большим пузырем. Ша-ша-ша. 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 Из пузырьков вырывались синие электрические удары, собирая маленькие пузырьки, которые сгустили три души. Постепенно, под их влиянием, образовались синие кристаллы. Они вытаскивали кристаллы, заставляя их лететь рядом с их душами. Эти синие кристаллы были синтезированы какой-то энергией внутри огромного синего пузыря. Они должны иметь некоторые особые эффекты. После того, как эти трое сгустили около 11 синих кристаллов, их духовная энергия начала устала колебаться, как будто они потребили много энергии. «Почти готово», — сказал Ибака, — его лицо было злым. «Идем, теперь мы можем затащить их сюда». Кристин и Карлос тоже остановились, удовлетворенно глядя на летающие синие кристаллы. Они вернулись вместе с Ибакой, чтобы найти Шияня и двух других. Злой дракон Макги некоторое время безумно кричал, а затем притих. Его здоровенное тело извивалось, а затем сжалось, превращаясь в молодого человека. Шиянь был немного удивлен. Он посмотрел на превращение дракона в человекообразную форму. Он понял, что дракон закончил. Члены клана монстров могли превратиться в человеческие формы после того, как достигали определенной сферы или уровня. После того, как Макги закончил свою трансформацию, он радостно полетел к Шияню, похлопав его по плечу. Ты превосходен. Ты освободил меня от духовного ограничения. Неплохо. Неплохо. Макги всегда ценит благосклонность. Когда ты придешь на территорию племени злых драконов, я буду хорошо с тобой обращаться. Он не заговорил с женщиной из ледяного клана. Женщина из ледяного клана нахмурилась, слушая разговор Шияня и Макги. Она была немного нетерпеливой. Разве нам не следует подумать о том, что делать дальше? Остальные трое не позволят нам уйти легко. Возможно, они уже идут сюда. Шияни злой дракон Макги перестали разговаривать и смеяться, услышав ее. Они стали серьезнее. Эти трое намного лучше знают это место. Если мы будем бороться с ними здесь, у нас не будет никаких преимуществ. Фыркнул Макги. В его глазах были искры пламени. Я пытался. Со дня, когда я встретил этого человека, я всегда изо всех сил боролся. Я ему не противник. Он знает, что я не буду следовать за ним. Именно поэтому он ограничил мою душу, чтобы я не доставлял ему больше неприятностей. Ненадолго остановившись, он посмотрел на Шияня и женщину из ледяного клана. Дракон спросил. Как насчет тебя? Ты уверена, что сможешь победить их? Красивое белоснежное лицо женщины из ледяного клана дернулось, когда она неохотно вздохнула. Я не такая, как вы, ребята. Я прибыла сюда специально. Взгляды Шияня и Макги стали недоверчивыми. Этот человек раньше был гордостью нашего ледяного клана. Он довольно рано достиг сферы бесплотного бога. Он пришел сюда, чтобы войти в сферу зарождающегося бога. Я не знаю, что такого хорошего в этом месте, и что могло помочь ему войти в сферу зарождающегося бога. Однако я, жертва, которую ему отправили старшие нашего клана. Они хотят иметь в ледяном клане эксперта сферы зарождающегося бога. Я просто расходный материал для его прорыва, сказала женщина из ледяного клана с тоскливым лицом. Я знаю его. Кристин, верно? Я слышал о нем раньше, кивнул Макги. Наше племя злых драконов живет недалеко от ледяного клана. Мы знаем ваших экспертов. Кристин исчез на долгие годы. Я не думал, что встречу его здесь. Я тоже слышала о тебе. Женщина из ледяного клана посмотрела на Макги. Ты последний сын патриарха племени злых драконов. Ты надменный, тебе нравится издеваться над людьми. А тебе не говорят ничего хорошего. Макги выглядел смущенным. Он развел руки, объясняя Шианю. Ледяной клан и наше племя почему-то являются противниками. Именно поэтому они пытались опозорить меня. У меня хорошая репутация. Чувак, не слушай эту женщину. Шианю улыбнулся и кивнул. Все в порядке. Мне все равно, хорошая у тебя репутация или нет. Я просто хочу узнать, есть ли у кого-нибудь из вас план того, как выбраться отсюда. Если вы поможете мне найти вход, я могу вывести нас из этого места. Глаза Макги и женщина из ледяного клана просветлели, когда они подозрительно посмотрели на него. Я совершенствую пространственную концепцию, улыбнулся Шианю, объясняя. Макги и женщина из ледяного клана были потрясены. Я знаю, как попасть сюда. Я знаю направление. Сказал Макги. Следуйте за мной. Я провожу вас ко входу. Затем Макги полетел в область позади них. Его тело двигалось, как дракон, ломая синий барьер. Он летел быстро, как будто он ничего не боялся в этом хаотичном пространственном бассейне, даже разъедающей силы пространственных коз. Женщина из ледяного клана некоторое время колебалась. В конце концов она призвала свою силу, заморозила тело и улетела от пузыря. Шианю последовал за ними. Макги был монстром. Он был членом племени злых драконов, которая славилась своими необычайно крепкими телами. Пространственные косы ударили его тело, как тысячи электрических копий. Однако он, похоже, никак не пострадал от этого. Он просто продолжал двигаться, как удар молнии. Женщина из ледяного клана заморозила свое тело. Несмотря на то, что теперь она была ледяной скульптурой, она все еще могла быстро перемещаться между опасными морскими косами. Шианю нахмурился. Он знал, что Макги и женщина из ледяного клана были из кланов, которые славились своими пугающими телами. Эта женщина будто закалила свое тело, используя какую-то тайную технику, чтобы приспособиться к этому пространству. Паря между пространственными косами, Шианю приходилось постоянно использовать свою энергию, чтобы сопротивляться. Где ты прячешься? Вскоре после этого позади них взревел и бока. Тот ребенок, который атаковал меня. Я хочу вытащить твой источник, чтобы исцелить свою душу. Выходи и умри. Позади них появились три души, двигаясь как три жутких призрака и приближаясь к ним с трех разных углов. Глава 961. Неотвратимый приговор и бока, Кристин и Карлос почти остановили команду Шианя одновременно с трех разных направлений. Они совсем не выглядели дружелюбными. Лицо Шианя помрачнело. Согласно женщине из ледяного клана, эти трое достигли пика сферы бесплотного бога. Они были всего в одном шаге от сферы зарождающегося бога. Вот почему они пришли сюда. Все трое достаточно хорошо знали эту область. В то же время, поскольку они были в форме души, хаотичные потоки в пространственном бассейне не влияли на них. Они хотели использовать опасные особенности этой области, чтобы напасть на Шианя и его партнеров. Даже если команда Шианя рискнет своей жизнью, у них не будет шансов на победу. Шианя постепенно заставил себя успокоиться. Он посмотрел на них троих, и в его голове вспыхнули электрические огни. Если бы он мог спровоцировать конфликт между ними тремя, заставив их нападать друг на друга, возможно, у него был бы выход. Тем не менее, для остальных троих они были просто ключами, чтобы войти куда-то, а их тела были важным элементом для них, чтобы добраться до этого места. Прежде чем они смогут попасть в это загадочное место, три души не станут нападать друг на друга. Провоцировать конфликт между ними не было хорошей идеей. Шианя раздумывал, пытаясь сохранять рассудок. Он смотрел на Ибаку. Обдумав несколько секунд, он улыбнулся, разговаривая с Карлосом, душой, которая привела его сюда. Я слился с источником. Теперь это часть моей души. Без источника мой духовный алтарь сломается. А без духовного алтаря у меня останется только скелет. Сделав паузу, он продолжил. Буду ли я тебе полезен, если от меня останется только труп? Когда Карлос услышал его слова, его лицо слегка изменилось. Он подумал и заговорил с Ибакой. Я хочу использовать его, чтобы войти в это место. Ты не должен ранить его. Ибака фыркнул. Его взгляд был злым. Этот ребенок использовал небесное пламя, чтобы ранить мою душу. Ты хочешь защитить его, Карлос? У тебя есть злой дракон, а у Кристина есть жертва. А что есть у меня? Спросил Карлос. Я хочу использовать его, чтобы попасть туда. Ты же не станешь убивать его, верно? Если ты захочешь это сделать, я не позволю тебе атаковать его. Лицо Ибаки стало суровым, когда он смотрел на Шияня, а затем на Карлоса. Он стиснул зубы, улыбаясь. Хорошо, Карлос. На этот раз я проявлю к тебе уважение. Карлос кивнул, ничего не сказав. Ибака усмехнулся, нацелившись на Магги. Из его глаз на лице, которые он сгустил с четкими чертами лица, появилась треугольная духовная печать. Из его души вылетел синий кристалл, сверкая странным светом. Он выглядел волшебно мощным посреди хаотичного пространственного потока. Духовная печать внезапно увеличилась, давя на злого дракона. У злого дракона Магги в его человеческом облике появилось пламя в глазах. Его возмущенный рев сотряс небо. Ты смеешь провоцировать меня много раз. Ты бросаешь вызов нашему племени злых драконов не на жизнь, а на смерть. Мой отец никогда не пощадит тебя. Пока Магги кричал, его тело увеличилось, и он вернулся к своей форме монстра. Его энергия вырвалась, как точки света, пытаясь сопротивляться. К сожалению, Ибака хорошо знал это место. Он знал, как подчинить дракона. Созданная им духовная печать могла сочетаться с разъедающей силой хаотичного пространственного потока. Она ограничила душу дракона во второй раз. Шияни женщина из ледяного клана приложили немало усилий, чтобы освободить душу злого дракона Магги. И теперь то, что они сделали, оказалось напрасным. Магги сразу же притих. Он выглядел беспомощным, не способным даже говорить, как и в первый раз, когда они увидели его. После этого Ибака злобно рассмеялся. Я знаю, что племя злых драконов является могущественным, но что с того? Могут ли они добраться сюда и преследовать меня? Дождись, пока я не достигну сферы зарождающегося бога. Что тогда сможет сделать со мной племя злых драконов? В любом случае, агатовая звездная область достаточно большая. Он, казалось, не боялся племени злых драконов. Карлос тоже усмехнулся, разговаривая с Шияни. Малыш, ты не должен делать это снова. Или же я сам тебя ограничу. Кристин, предшественник ледяного клана, подошел к женщине из ледяного клана. Он смотрел на нее своими темными и холодными глазами, решительно говоря ей. Клан выбрал тебя и послал тебя сюда, чтобы помочь мне. Нет ничего необычного в том, что ты не желаешь сотрудничать. Однако у нашего клана свои планы. Если у нас будет еще один эксперт сферы зарождающегося бога, наше будущее будет более светлым и гладким. Ради блага нашего клана я не буду чувствовать себя виноватым за то, что пожертвую тобой. В холодных и ясных глазах женщины из ледяного клана мелькнула печаль. Она ничего не говорила, а просто стояла, как марионетка. Она выглядела жалкой и опустошенной. Она боролась, но не могла избежать своей судьбы. Женщина из ледяного клана чувствовала себя подавленно, по ее щекам текли слезы. Вокруг нее кружился клочок печального намерения. Кристин нахмурился. Они были из одного клана. Он знал, что природный дар этой девушки неплохой. Она получила специальную подготовку от клана, чтобы стать его жертвой. Ее тренировали, чтобы помочь ему войти в сферу зарождающегося бога. Идем, вздохнул Кристин, выпуская холодную мысль. Неизвестная сила потянула женщину из ледяного клана, и она улетела. Ибака продолжал слабо улыбаться. Его душа летела над головой злого дракона, таща его в область, которую они подготовили ранее. Карлос посмотрел на Шияня. Шиянь вздохнул и неохотно кивнул. «Я знаю, что делать. Тебе не нужно убеждать меня». Затем он полетел вслед за женщиной из ледяного клана и злым драконом, двигаясь к месту назначения. Кристин злобно и эксцентрично рассмеялся. «Что ж, ты знаешь свое место». Три души и три тела медленно двигались через пространственные косы, направляясь к самому большому синему пузырю. По дороге три души часто разговаривали, не обращая внимания на Шияня и двух других. Шиянь ничего не говорил и не спрашивал об особенностях этой области. Иногда он обменивался взглядами с Магги. Он понимал, что Магги не хочет туда идти. Он сигнализировал Шияню, прося найти шанс помощь ему. Женщина из ледяного клана, кажется, сдалась. Шиянь подал ей несколько сигналов, но она не ответила. Возможно, она думала, что они больше ничего не могли сделать. Ради своего клана она решила последовать за Кристином и помочь ему достичь сферы зарождающегося бога. Шиянь был равнодушен. Несмотря на то, что казалось, что он освободил Магги напрасно, он все же кое-что получил. Он знал о том, с чем столкнется. Магги и женщина из ледяного клана узнали его способности. Теперь они думали, что он может помочь. Шиянь размышлял, двигаясь к их цели. Он обдумывал свои дальнейшие действия. Он был уверен в одном. Карлос займет его тело, чтобы войти в какое-то место. Он позволит своей душе войти в голову Шияня. Затем, используя тело Шияня, он сможет уклоняться от каких-то атак. Другими словами, перед этим событием Шиянь и Карлос будут сражаться в его духовном море. Шиянь выглядел естественным, но на самом деле он был на стороже, ожидая подходящего момента. По прошествии неизвестного времени шесть странных существ прибыли к огромному пузырю, который был размером с целую звезду жизни. У него была мощная сила всасывания. В этом самом большом синем пузыре собирались радужные пространственные косы хаотичного пространственного потока, становясь его частью. Кристин и двое других остановились за пределами пузыря, ожидая чего-то в тишине. Три души наблюдали за Шиянем, женщина из ледяного клана и злым драконом. Они летали в разных уголках этого места, глядя на большой синий пузырь, а Шиянь молча выпустил свою духовную энергию. Ша-ша-ша. Как только клочок его духовной энергии коснулся синего пузыря, он рассеялся так, словно его ударили током. Его духовная энергия исчезла, в результате чего выражение лица Шияня изменилось. Он наблюдал за тремя душами. В этом пузыре размером с планету двигались электрические лучи, которые были достаточно мощными и пугающими, чтобы сокрушить все энергии и души без материальной сущности. Другими словами, эти три души не могли проникнуть внутрь пузыря своими силами. Теперь Шиянь понял, почему трем душам нужно было схватить сильных существ с крепким телом. Им нужен был ключ, чтобы войти в пузырь. Он посмотрел на Кристина и Баку и Карлоса. Он понял, с чем ему придется иметь дело. Три души не действовали импульсивно. Они ждали чего-то в тишине. Казалось, момент еще не настал. Со временем пузырь становился все больше, словно в огромном море собирались тысячи потоков. Большое количество ярких пространственных кос спустились с неба, исчезая в пузыре, словно длинные реки. Вместе они создали поразительно великолепное пространство. Спустя много времени пространственных потоков и пузырей, входящих в большой пузырь, стало меньше. В конце появилось совсем мало пузырей. В конце концов пузырьки перестали появляться. Пространственные косы тоже прекратили собираться там. Они взорвались, как фейерверки, стреляя повсюду. Самый большой, самый красивый пузырь медленно менялся. Сверкало бесконечное количество синих электрических лучей. Они двигались, как змеи. Они создали неизвестный естественный барьер, который мог уничтожить все, что приближалось к пузырю. Почти в этот момент прошипел Карлос. Его взгляд стал взволнованным, ведь он ждал этого момента в течение многих лет. Кристин и Бака тоже были в восторге. Будто перед их глазами медленно открывалась дверь надежды. Им просто нужно было пройти через эту дверь, чтобы войти в совершенно новый мир, сферу зарождающегося Бога. Три лица, созданных тремя разными душами, теперь смотрели на своих жертв. Шияни другие стали серьезнее, увидев их взгляд. Они чувствовали себя крайне неуверенно, как будто их жизни подходили к концу. Остальные трое выглядели настолько радостными, как будто группа Шияня была готовыми жертвами, чья кровь и плоть были необходимы им для того, чтобы получить признание могущественных небес. Мухахаха. Три души злобно рассмеялись, направляясь к Шияню, Макге и женщине из ледяного клана. Они хотели войти в духовное море своих жертв и получить контроль над их телом. Глава 962. Изменение души. Три души двигались быстро. В этот момент Шиянь, Макге и женщина из ледяного клана столкнулись с огромной проблемой, когда три души жестоко вошли в их тела. Карлос непосредственно вторгся в духовное море Шияня, занимая его духовный алтарь. Затем он выпустил пучок энергии источника, искушая душу. Шиянь, казалось, был поражен смертельным ударом. Он почувствовал, что его душа была разрезана на множество частей, почти рассеявшись в ничто. Он немедленно потерял контроль над своим телом Бога. В этот момент Карлос получил контроль над телом Бога Шияня, используя свои мысли, чтобы управлять им. Он заставил тело Шияня двигаться к этому синему пузырю. В то же время в тела злого дракона Макге и женщины из ледяного клана тоже вторглись. И Бака и Кристин мгновенно получили контроль над их телами. Затем они начали управлять их телами Бога, двигаясь к пузырю. Бесчисленные электрические лучи опутали их тела, когда Шиянь, Макге и женщина из ледяного клана пробились сквозь мембрану синего пузыря. Электрические лучи проникали в их тела через кожу, вены и кости. Их охватила боль. Шияня словно одновременно кололи десятки тысяч стальных игл. Он задрожал, его кожа словно плавилась. Электрические лучи уничтожали его плоть и энергию. Макги и женщина из ледяного клана также закричали в тот момент, когда прошли через мембрану. Они чувствовали такую сильную боль, как будто кто-то разрывал их внутренности. В их тело вошли лучи туманного синего электричества, разрушая их энергию и плоть. Это было гораздо мощнее и смертоноснее, чем разъедающая сила хаотичных пространственных потоков. Такая боль, которую было трудно перенести, почти сломала душу шииня. Его тело испытывало такую боль, словно его обжигали, его душа встревожилась. Он не мог в достаточной мере противостоять Карлосу, позволяя ему полностью контролировать свое тело Бога. После того, как Карлос вошел в голову шииня, он закричал от удивления. Он осмотрел духовный алтарь шииня, и его лицо стало суровым. В отличие от других воинов, духовный алтарь шииня был изумительным, несмотря на то, что в нем тоже было три яруса. Паря над духовным морем, его духовный алтарь был разделен на три секции, включая черную дыру, небесное пламя и концепции. Над ярусом концепции небесного пламени парили две души. Две души. Глаза Карлоса были холодными и темными. Он немного испугался, когда раскрыл тайны шииня. Он смотрел на две души. Малыш, что случилось с твоим духовным алтарем? Ты совершенствовал много концепций, и у тебя две души. Кто ты? Карлос почувствовал, что что-то пошло не так. Он понял, что спровоцировал вражду с тем, с кем не следовало. У шииня не было возможности обращать на него внимание. Во всем его теле распространялась такая боль, будто его сердце сверлили. Он дрожал, когда его кровь и плоть разрушались. Эти пугающие синие электрические лучи уничтожали его сильное тело. Тело Бога, которым он гордился, не могло выдержать этой жестокой атаки. После того, как Карлос преодолел свой испуг, он пронзительно закричал от удивления. Хорошо, хорошо. Мое время пришло. Шияне двое других не знали, насколько смертельной была внешняя мембрана пузыря со сплетением синих электрических лучей. Но Карлос знал об этом. В том году Карлос пытался войти в этот пузырь. Он не мог противостоять грозной энергии этих синих электрических лучей. Через 10 дней его тело было разрушено и исчезло. В этот момент тело Шияня плавилось, однако намного медленнее, чем он предполагал. Глаза Карлоса просветлели. Он увидел надежду. Карлос думал, что Шиянь был только во втором небе сферы первозданного Бога и поэтому он не сможет отвести его внутрь. Поскольку Карлос не был уверен, он всегда волновался. Но сейчас, в этот момент, крепкое тело Шияня превзошло все его ожидания. Это тело было достаточно сильным, чтобы сопротивляться, пока они не достигнут центра пузыря. Карлос был так счастлив, что чуть не потерял рассудок. Находясь в Духовном море Шияня, Карлос наблюдал за Макгей, женщиной из ледяного клана. Макгей с племени злых драконов может сделать это. Несмотря на то, что его огромное тело сильно повреждено электрическими лучами, а его чешуя отвалилась, его тело еще не разрушилось. Однако женщина из ледяного клана больше не могла этого выносить. Вскоре после контакта с мембраной она стала окровавленной фигурой. Они даже видели ее кристаллические кости. Даже тело Шияня было повреждено, хотя его скелет все еще был в порядке. Видимо, он обладал бесконечным потенциалом. Карлос безумно рассмеялся. Он думал, что ему не особо мог помочь этот ребенок, которого он привел сюда, потому что у него не было другого выбора. Кто бы мог подумать, что он подобрал сокровища. Если так и будет продолжаться, он сможет даже достичь своей цели. Пока Карлос радовался, он обнаружил, что женщина из ледяного клана обречена. Ее кристаллический скелет почти расплавился. ССС. 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 Женщина из ледяного клана внезапно направилась к Карлосу. Лицо Карлоса стало мрачным, когда он находился в духовном море Шияня. Он разгадал план Кристина. С холодными глазами он начал собирать духовную энергию в духовном море Шияня, чтобы предотвратить проникновение туда Кристина. Кристин знал, что этой жертвы от ледяного клана было недостаточно, чтобы помочь ему получить то, что он хотел. Увидев крепкое тело Шияня, в его голове созрел другой план. Он хотел разделить тело Шияня с Карлосом. Если он спрячет свою душу в теле Шияня, он может добраться до того места. ССС. Холодный свет вылетел, проникая в тело Шияня как сосулька. Карлос не мог удержаться от холодной ухмылки в духовном море Шияня. Нарастающая духовная энергия сгустила барьер в черепе Шияня, мешая Кристину войти. Эти двое раньше сотрудничали, но теперь они напали друг на друга в критический момент. Бум-бум-бум. После того, как Кристин вылетел, тело женщины из ледяного клана взорвалось. В этом мире синих электрических лучей оно превратилось в ничто. Появился духовный алтарь. Это была женщина из ледяного клана. Сразу после того, как появилась ее душа, ее ударили. Ее душа превратилась в дым, как красивый фейерверк, полностью исчезая. Ее не стало. Впусти меня. Гневно взревел Кристин. Его душу покрывали синие кристаллы, двигаясь вокруг него. Эти кристаллы могут помешать электрическим лучам разъесть его душу. Он сгустил эти синие кристаллы, чтобы ненадолго сопротивляться электрическим лучам в этом месте. Но они не могли предоставить ему длительную защиту. Кристин спешил. Он знал, что будет обречен, если пробудет там долгое время. Поскольку Карлос и Кристин были в одной сфере и их компетенции были почти одинаковыми, они понимали опасность этого места. Вскоре Карлос установил духовный барьер в черепе шильяня. Он успешно остановил Кристина от попадания в голову шильяня. Пока Кристин все еще кричал, его вращающиеся синие кристаллы медленно растворялись. Энергия в кристаллах истощалась, и они уже почти не могли сопротивляться. Кристин, иди на поиски нового тела Ибаки. Этот злой дракон достаточно силен, чтобы одновременно вынести вас двоих. Яростно возражал Карлос. Этот ребенок может перенести только меня одного. Не связывайся со мной. В противном случае не вини меня. Ибака впустит меня? Крикнул Кристин. Я слишком далеко от него. У меня нет достаточно времени. Впусти меня, быстрее. Отвали. Прогремел Карлос. Я рискну своей жизнью, сражаясь с тобой. Холодный свет, словно сосулька, собирал свою острую энергию, направляясь к черепу шильяня. Ублюдок, ты сломаешь его душу. Крикнул Карлос. Его лицо было взволнованным. В тот момент, когда он противостоял Кристину, его контроль над душой шильяня немного ослабел. Сознание шильяня было ограничено, он потерял контроль над своим телом Бога. Он мог только смотреть на то, как его тело постепенно разрушается. Шильянь беспокоился, как будто его сердце обжигало пламя. Когда появился Кристин, давление, которое ему приходилось выдерживать, уменьшилось. Его душа смогла вернуть контроль над своим телом. Несмотря на то, что энергия, которая связывала его душу, остановилась всего на мгновение, этого было достаточно, чтобы он смог многое сделать. В ужасающей области мембраны пузыря шильянь заревел, как разъяренный дикий зверь, призывая бессмертную демоническую кровь. Капли темно-красной крови, похожие на драгоценные камни, горели, как огненное пламя, текущее по его телу Бога. Невероятная вздымающаяся энергия немедленно залила его тело. Его тело Бога превратилось в разорванную плоти кровь, издавая звуки, похожие на петарды. Его вены вздулись, как змей под кожей. Каждая его мышца была похожа на извергающийся вулкан. Энергия бушевала в его теле, подняв его энергию до невообразимого уровня. Поскольку его тело все еще превращалось в совершенную форму племени бессмертных демонов, энергия непрерывно проникала глубоко в его голову. В этот момент он коснулся своего лба. ССС. Его другая душа внезапно изменилась, превратившись в палящее пламя. Грозная огненная энергия безгранично расширялась, нацеливаясь на Карлоса. Это было чистое небесное пламя, порожденное источником, которое могло сжечь любое существо. Все в его духовном море, кроме него самого, станут мишенями. Избавившись от того, что связывало его душу, Шиянь смог контролировать свое тело и делать все, что ему было угодно. Его глаза стали алыми, и на знаке на лбу его души засиял кроваво-красный ореол. Этот красный свет струился, расширяясь, как волны. Карлосу казалось, что он столкнулся в этом месте с жутким призраком. Он был встревожен и озадачен, глядя на окутывающее его огненное море и приближающийся красный ореол. Он не знал, почему он был так охвачен паникой. Он чувствовал невероятный страх глубоко в своей душе. Он знал, что огненного моря и кроваво-красного света было достаточно, чтобы уничтожить его. Такая угроза была намного страшнее, чем синие электрические лучи. Душа Карлоса в духовном море Шияня взвизгнула. Он не осмелился пытаться противостоять атакам разрушающих душу сил. Он убежал из мозга Шияня как можно быстрее. ССС Карлос вылетел, полный страха и беспокойства. В следующий момент он обнаружил, что барьер, который он установил в черепе Шияня, который должен был блокировать Кристина, был полностью разрушен. Он был безумно напуган. В его глазах отражался его невероятный испуг. Он недоверчиво посмотрел на Шияня. Он почувствовал, что привел голодного волка из внешнего пространства в это место. Глава 963. Изгнание Карлос сбежал из тела бога Шияня. Он был сильно взволнован и обеспокоен. Синие кристаллы, которые окружали его душу, постепенно треснули. Синие электрические лучи ударяли и пытались проникнуть в его душу, словно змей. Как и Кристину, Карлосу некуда было пойти. Две души окружили Шияня, готовясь напасть на его душу и занять его тело. Что случилось? Что ты делаешь? Кристин общался с ним духовными сообщениями. Ты подчинил его душу. Почему ты вылетел? Ты ублюдок. Это из-за тебя. Прогремел Карлос. Если бы ты все не испортил, то как бы этот ребенок сумел избавиться от моего духовного связывания? Теперь никто из нас не сможет войти туда снова. Пока две души общались, в их сторону двигалось больше синих электрических лучей. Они были размером с веревки, медленно связывая их души. Их синие кристаллы уже не могли это выдерживать. Они могли взорваться в любой момент. Синим кристаллам было нужно тело, чтобы усилить их эффект. Без тела для защиты кристаллов они не могли долго сопротивляться. Карлос боялся Шияня. Он размышлял, а затем сказал. Я просто израсходовал много энергии. Мне нужен перерыв. Иди туда. Вторгнись в его духовное море. Если ты подчинишь его душу, то мы сможем захватить его тело. Карлос не знал, насколько силен Шиянь, но он знал, что душа Шияня была изумительной. Энергия, выпущенная его душой, ужасно напугала Карлоса. Он хотел, чтобы Кристин узнал об особых силах Шияня. Кристин не сомневался в словах Карлоса. Он полагал, что Карлос действительно потребил много своей духовной энергии. Поскольку он не знал, какой была душа Шияня, он некоторое время колебался, прежде чем войти в его духовное море. Кристин принял решение. Он немедленно превратился в пучок холодного света, нацеливаясь в лоб Шияня и пытаясь проникнуть в его духовное море. Бум, бум, бум. От костей тела бога Шияня послышался грохот и треск. Благодаря силе бессмертной демонической крови его поврежденные плоти сосуды исцелились. От его тела засиял алый ореол. Под воздействием бессмертной демонической крови его тело бога быстро трансформировалось. На плечах, локтях и коленях Шияня появились острые шипы. Они как будто выросли прямо из его костей, из-за чего он выглядел довольно грозно. Он преображался в совершенную форму воинов племени бессмертных демонов, и в его теле стало больше цикрови. В Шияне вздымались цикрови и эссенция ци, что одновременно угрожало Кристину и приводило его в восторг. Он внезапно осознал, что тело Шияня сможет удержать и Карлоса, и его самого при вхождении в центр пузыря. Кристин больше не колебался. ССС В глобелу Шияня просочился большой луч холодного света с ледяной аурой, пытаясь проникнуть в его духовное море. Ша-ша-ша, ша-ша-ша, ша-ша-ша. Из глаз Шияня вырвалось алое пламя, закрывая его лицо. Как только Кристин коснулся этого пламени, он столкнулся со смертельной атакой. Его духовная энергия быстро расплавилась. Из глубины его души раздался скорбный виск. Холодное и суровое лицо Кристина стало расплывчатым, как будто теперь ему было очень трудно создавать четкие черты лица. Кристин коснулся этого пламени всего на мгновение, но он был так сильно ранен, что это даже повлияло на основание его души. В этот момент там не было ни одного хаотичного потока пространственной энергии. Кристин и Карлос не могли использовать внешние силы, чтобы атаковать Шияня. Они могли использовать только свою духовную энергию. Эти двое были могущественными существами, которые были в шаге от сферы зарождающегося Бога. Их души действительно были пугающими. Несмотря на то, что они не могли выпускать свою энергию с максимальной скоростью, поскольку у них не было духовного алтаря, обычные воины никогда не одержали бы верх в духовной борьбе с ними. Однако душа Шияня была таинственной и непредсказуемой из-за второй души, которая слилась с источником. Он мог использовать источник, чтобы легко вызвать небесное пламя. Небесное пламя обладало чрезвычайно мощной огненной силой, которой было достаточно, чтобы уничтожить души. Кристин не мог вынести такую силу, поэтому он был сильно ранен. Шиянь усмехнулся. Он завершил свою трансформацию, и его форма бессмертного демона теперь считалась совершенной. Он внезапно осознал, что он все еще мог сохранять свое сознание в этой магической области, пока его душа не попадет в засаду. Эти две души не могли поймать его. За пределами пузырей было много беспорядочных пространственных коз. Карлос и Кристин знали о том, как использовать силу этих пространственных коз, чтобы атаковать его. Поэтому он сохранял спокойствие и не начинал борьбу с двумя душами там. Однако во внешнем слое пузыря не было ни одного луча пространственных коз. Другими словами, Кристин и Карлос не могли использовать пространственные козы, чтобы атаковать его тело Бога. Если только они не нападут на его духовное море и не займут его духовный алтарь, пленяя его сознание, ему не нужно будет их бояться. Поняв это, Шиянь радостно улыбнулся. Взглянув на Кристина, который беспокойно двигался, и на Карлоса, который был сильно напуган, Шиянь ухмыльнулся, издеваясь над ними. Я думаю, что вы двое просто потратили свои усилия напрасно. Черт возьми, ты ублюдок. Ты готовил заговор против меня? Кристин был обожжен, и он получил серьезные ранения. Синие кристаллы вокруг него взорвались один за другим. Его душа чувствовала сильную тревогу, его состояние ухудшалось. Кристин понял, что Карлос обманул его. Теперь он знал, что Карлос был насильно изгнан из духовного моря Шияня. Поскольку Карлос не знал о том, насколько сильным был Шиянь, он использовал Кристина в качестве щита для проведения теста. У нас осталось мало времени, прогремел Карлос. Кристин был потрясен. Он знал, что они были словно птицы, сидящие на одном проводе. Если они не смогут занять духовный алтарь Шияня, они будут обречены. Эти двое обменялись взглядами. Они колебались, готовясь ко второй убийственной атаке. Шиянь посмотрел на них, ничего не говоря. Его тело бога в форме бессмертного демона двигалось, как острое оружие, которое могло пронзить все что угодно. Он вырвался из синей области, двигаясь в другом направлении. Там был злой дракон Магги. Злой дракон длиной в 2000 метров боролся, ему было больно. Из его тела лилась кровь, словно дождь. Чешуйчатое тело Магги обвило столько синих электрических лучей, словно они хотели измельчить его гигантское тело, медленно убивая его. Ибака теперь был внутри Магги. Гигантскую голову дракона покрывали синие кристаллы. Эти кристаллы могли генерировать синюю жидкость, которая была способна защитить голову дракона от атак синих электрических дуг. Настоящая функция синего кристалла состояла в том, чтобы защитить душу от внешней атаки с предпосылкой, что у этой души есть тело. Ибака использовал эти кристаллы, чтобы покрыть голову Магги, чтобы защитить от электрических лучей свою собственную душу, скрывающуюся в голове. Несмотря на то, что у Карлоса и Кристина были такие же синие кристаллы, они не могли защитить себя без тела. Эти кристаллы почти полностью расплавились. В тот момент, когда Шиянь нашел Магги, он почувствовал, как в его духовный алтарь начинают просачиваться толстые синие электрические лучи. Кристин и Карлос поспешили последовать за ним с другого угла, их лица были устрашающими. Шиянь остановился. Его лицо было холодным, когда он что-то искал в пустоте. Рука из звездного света, которая тащила за собой блестящий хвост длиной более тысячи метров, схватила несколько кристаллов, притянув их к нему. Эти кристаллы принадлежали Кристину. Когда они витали вокруг его души, Шиянь взял их. Бум-бум-бум. Синие кристаллы прилипли к голове Шияня, словно пластыри. Он выглядел так, словно на нем был странный кристаллический шлем. В тот момент, когда кристаллы покрыли его голову, он почувствовал, что лучи электрического разряда, которые пытались атаковать его духовный алтарь, постепенно отступили. Они больше не кружили над его духовным алтарем. В этот момент его душа была в безопасности. Сработало. Шиянь улыбнулся, холодно глядя на Кристина, который был в ярости. Тебе это не нравится? Ах, да, ты можешь попытаться вторгнуться в мою душу еще раз. Я сделаю так, что твоя душа погибнет. Кристин побледнел от страха. Карлос тоже был напуган. Он был сбит с толку, глядя на Шияня. Он колебался, не знал, сможет ли он продолжать нападать на Шияня или нет. Разрыв. Шиянь закричал, и из его левого глаза вылетело пламя. Из его глаз выстрелил огненный световой шар, двигаясь к голове Макги как метеор. Пылающий шар света внезапно изменился, превратившись в множество более маленьких лучей, которые вошли в голову злого дракона. У этого пламени была аура небесного пламени, самого обжигающего пламени, которой могло сжечь все виды души существ. Ибака закричал, вылетев из головы Макги. Он знал, что пламя источника может одновременно уничтожить и его душу, и душу Макги. Он думал, что Шиянь хочет убить его и Макги одновременно. Он не смел задерживаться, увидев приближающуюся опасность, ибака тут же улетел, избегая горящего пламени. Имея дикий план, эти три души притащили сюда Шияня, злого дракона Макги и женщину из ледяного клана, пытаясь занять их тела, чтобы войти в какое-то место. Теперь женщина из ледяного клана погибла, а ее душа и тело исчезли. Шияни Макги все еще были относительно в порядке. В этот момент три души были изгнаны. У них больше не было сосуда из плоти. Три души тихо окружали Шияня. Их четкие или расплывчатые лица были наполнены невообразимым негодованием. Вы всего лишь три остатка души. Вы можете использовать пространственные косы, чтобы атаковать нас. Но в этом месте вы всего лишь три призрака. Без тела Бога или духовного алтаря вы не сможете использовать концепцию. Вы смеете драться со мной? Вы хотите умереть? Шиянь был спокоен и не боялся, а просто холодно и резко говорил. Если вы отступите сейчас, то сможете покинуть это место до того, как ваша душа исчезнет. Если вы захотите напасть на меня, ха-ха, не обвиняйте меня за то, что я буду избивать ваши души до тех пор, пока у вас ничего не останется. Злой дракон Макги тяжело дышал. Он все еще истекал кровью. Казалось, он терпел ужасную боль. Однако его большие глаза, полные негодования, смотрели на Ибаку, не моргая. Я запомню тебя. Если я выживу на этот раз, я покажу тебе, насколько пугающим может быть наше племя злых драконов. Лицо Ибаки стало холодным. Глава 964. Я уверен, что справлюсь. Тогда я должен убить тебя здесь. Глубоко в глазах Ибаки появилось холодное намерение. Он закричал, а затем попытался атаковать еще раз. Карлос и Кристин были слева и справа от него. Услышав его слова, они поспешно закричали. Остерегайся этого ребенка. С ним нелегко разобраться. Не входи в его душу. Ибака осмотрел Шииня. Его духовный алтарь странный. Он крепкий. Мы уже пытались, нам не удалось. Сказал Кристин. Сначала мы должны убить его, и мы должны объединиться, чтобы сделать это. Ибака, не будь импульсивным. Ибака был сбит с толку. Он повернулся к Карлосу, который кивнул с холодным и мрачным выражением лица. Хорошо. Сначала мы убьем этого парня. Ибака ненавидел Шииня и хотел убить его еще снаружи. Если бы Карлос не остановил его, Шиинь был бы уже убит. Из слов Кристина и Карлоса Ибака понял, что Шиинь не был обычным человеком. Он не смел действовать опрометчиво, обмениваясь взглядами с двумя другими. Они планировали объединиться, чтобы сначала уничтожить духовный алтарь Шииня. Тебе следует уйти. Внезапно Шиинь повернулся к Макге, который все еще истекал кровью. Некоторое время он колебался, а затем пробормотал. Если ты можешь выдержать это и дальше, ты пойдешь вперед, чтобы увидеть то, что находится в центре этого места. Злой дракон Макге был удивлен. Он не знал, почему Шиинь много раз спасал его. Он понял, что Шиинь помог ему, когда они были снаружи, потому, что он хотел использовать его силу, чтобы разобраться с группой Ибаки. Однако когда они проникли внутрь мембраны пузыря, Шиинь, казалось, не боялся опасностей. Видимо, он не боялся группы Ибаки. Макге не знал, почему Шиинь нарывался на неприятности, спасая его. Просто помни, что ты должен мне за эту услугу, усмехнулся Шиинь. Иди, я справлюсь с этим, я остановлю их. Я уверен, что они не будут тебя больше беспокоить. У Шииня был свой расчет. От женщины из ледяного клана Шиинь узнал, что Макге был младшим сыном патриарха племени Злых Драконов. В Агатовой Звездной области племя Злых Драконов было известным и пугающим. Это была самая сильная ветвь клана монстров, чье положение было очень значимым. Он хотел воспользоваться преимуществами его авторитета. Поскольку время летело быстро, могли пройти десятки лет. Шиинь не знал, пострадали ли его друзья и семья на Звезде Старой Орхидеи от катастрофы или нет. Тем не менее он был уверен в том, что они не могут жить хорошо в регионе Дальнего Запада, даже если они пережили эту катастрофу. Что бы ни случилось, он никогда не забудет обиду. В любом случае, Агатовая Звездная область отличалась от других звездных областей. В одиночку он не мог поднять бурю в районе Дальнего Запада. Если он сможет получить мощную поддержку, ему не придется слишком сильно беспокоиться. Он сможет найти убежище для тех, кто выжил. Поскольку племя злых драконов было могущественной силой, на него можно было рассчитывать. Если у него будут хорошие отношения с Магги, и он поможет злому дракону сбежать из этого района, ему будет легче в будущем. Шиянь пытался создать хорошие отношения с Магги. Ты уверен, что справишься? Магги не верил в него. Ты уверен, что справишься с этими тремя, имея только свою силу? Ты уверен? Не волнуйся, просто иди. Я помогу тебе избавиться от них. Не волнуйся. Я уверен, что справлюсь. Шиянь улыбнулся, успокаивая дракона. Вы, монстры, не знаете, как сражаться с использованием души. Ты ничем не сможешь мне помочь, даже если останешься. Лучше уйди пораньше. Даже если я умру здесь, если ты сможешь сбежать, ты отомстишь за меня позже. Что ты думаешь? Магги не был идиотом. Слушая объяснение Шияня, он притих. Внезапно он кивнул и ничего не сказал перед уходом. Группа и Баки не придала особого значения словам Магги. По их мнению, даже несмотря на то, что клан монстров был сильным, они не были полезны в этом уникальном пространстве. Если они смогут убить Шияня, у них будет достаточно времени, чтобы убить Магги. Поэтому никто из них не помешал ему уйти. Все они сосредоточились на Шияне. Тем не менее они были ошеломлены, когда увидели, куда направился злой дракон Магги. Магги не убежал. Он последовал словам Шияня и был уверен в своем крепком теле. Дракон направился к центру пузыря. Он хотел увидеть, чего жаждали эти три души в этом месте. Ша-ша-ша. 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 Из глаз Шияня вылетели скопления пламени. Это пламя было алым, оранжево-красным и золотым. Оно выглядело как скопление облаков, покачиваясь рядом с Шиянем. Из-за них это место стало похоже на утренний туман. Это пламя было силой небесного пламени, порожденной душой источника. Он использовал силу пламени, чтобы создать огненное море. Шиянь находился в центре огненного моря. Он был занят, но все же решителен, глядя на три души и улыбаясь. Давайте, испытайте мои силы. Немногие виды энергии могут повредить душу. Шиянь не знал, сможет ли его пространственная сила и звездная сила сделать это, но он был уверен, что палящее пламя может истощить душу. Оно может даже сжечь душу, превратив ее в ничто. И действительно, когда он использовал свою душу источника в качестве источника энергии для постоянного распространения скоплений пламени, эти три души стали колебаться. Выражения лиц трех душ стали тяжелыми. Они медленно двигались вперед, осторожно касаясь пламени. Никто из них не осмелился спешить. Шиянь выпустил поток духовной энергии. Бум-бум. К духовной энергии Шияня немедленно устремился синий электрический разряд. Вскоре она была разбита, послав оцепенение в мозг Шияня. С холодными глазами Шиянь притих. Он больше не выпускал духовную энергию из своей главенствующей души. В конце концов, он понял, что, какая бы это ни была духовная энергия, в этой области она будет уничтожена. Однако огненное море, созданное небесным пламенем души источника, не было затронуто. Скопления пламени соединились друг с другом, создав огромное огненное море с Шиянем в центре. Надменный Бака первым коснулся небесного пламени, когда подошел к красно-оранжевому пламени. Его четкие черты лица размылись, как будто изогнулись от ветра, из-за чего он стал выглядеть ужасно. И Бака был напуган. Он немедленно отошел от пылающего моря, его лицо было мрачным, когда он посмотрел на Карлоса и Кристина. Этот ребенок действительно силен. И Бака стиснул зубы, злобно глядя на Карлоса. Мы должны были убить его, когда были снаружи. Теперь у нас нет пространственных коз для использования. Скажите, что нам делать? Три души парили у края огненного моря, пытаясь найти щель, в которую можно прыгнуть. Однако, сделав несколько кругов, они не нашли никакого входа. Небесное пламя, порожденное источником, было смертельным для их душ. Поэтому они не смели действовать опрометчиво. В синих кристаллах вокруг трех душ под действием синих электрических дуг появились большие трещины. Группа и Баки стала более беспокойной. Они знали, что больше не могут задерживаться. Они знали, какое огромное давление они будут испытывать после того, как их кристаллы исчезнут. Уходите. Насмешливо улыбнулся Ши Янь, недружелюбно сказав. Если вы не посмеете рискнуть своей жизнью и убить меня, то что вы можете сделать, призрачные души. Ха-ха, ваша защита скоро исчезнет. Я вижу, что ваш конец близок. В его теле горела бессмертная демоническая кровь. Он быстро истощал свою кровь. Ши Янь все еще поддерживал форму бессмертного демона. Она была совершенной, но потребляла много энергии, поскольку электрические лучи атаковали все его тело. В этой области тело Бога разрушалось с каждой минутой. Туманные электрические лучи были как острые мечи, безумно уничтожая его тело Бога. Если бы его тело не было достаточно сильным, то его состояние было бы ужасным. Он бы растворился, превратившись в ничто. Огромная энергия, хранящаяся в бессмертной демонической крови, была накоплена благодаря огромным усилиям Ши Яня. Каждая капля бессмертной демонической крови была драгоценной. В этом месте Ши Янь потреблял бессмертную демоническую кровь каждую секунду. Если бы в этом не было необходимости, Ши Янь не хотел тратить свою энергию на поддержание формы бессмертного демона. В любом случае это была пытка для его тела. Похоже, он не может больше терпеть. Глаза Карлоса засветились, и он улыбнулся. Даже если его тело Бога более выносливое, он не может использовать его вечно. Как и мы, он быстро потребляет энергию. Как только он больше не сможет этого выносить, его сознание пострадает. У нас будет шанс, верно? И Бака и Кристин были потрясены, тихо кивая. О, вы не дорожите своей жизнью. Ши Яню было смешно. Изначально он не хотел тратить много энергии. В любом случае, остальные трое, те, которые были похожи на стрелу в конце полета, думали, что энергия его тела Бога скоро закончится. ССССССССССССССССССС. Из глаз Ши Яня вспыхнуло пламя. Огненная сила пламени пылала, охватывая все это место, как будто оно хотело сжечь все вокруг. Скопление пламени, парящие вокруг его тела, были восстановлены его душой источника. Они образовали три разных реки, которые текли к Карлосу, и Баке и Кристину соответственно. Он атаковал их. Команда Карлоса побледнела от страха. Они были напуганными и беспомощными. Так как они испугались Огненного моря, они поспешили отойти. Шиянь холодно рассмеялся, а его тело бога постепенно исчезло в Огненном море. Тем не менее три пылающих реки все еще двигались, как будто у них были глаза, следуя за тремя душами. И пока и двое других могли только бежать, спасая свои жизни. Бум-бум-бум. Все их синие кристаллы взорвались. Пока за ними гонялись Огненные реки, их души были обнажены. Синие электрические лучи воспользовались случаем и запутали их всех. Их мысль об убийстве Шияня испарилась. Они были слишком напуганы, возвращаясь по старому пути. Они не посмели войти дальше. Все трое были полны печали и отчаяния. Их шанс, который появился только через несколько тысяч лет, был доступен другим. Им было так горько, что их могло бы тошнить кровью, будь у них тела. Электрические лучи двигались, как острые ножи, в их душах, и их заливало боль, разрывающее сердце. Кристин получил самые серьезные ранения. Вскоре после этого он остановился, поскольку его душа была ослаблена. Под синими электрическими лучами его печать жизни рассеялась, и он быстро погиб. И пока и Карлос все еще быстро летели. Они хотели выбраться из этого опасного места, пока их духовная энергия быстро истощалась. Шиянь вернул энергию небесного пламени, летя на своей максимальной скорости к более глубокому месту внутри пузыря. Он хотел посмотреть, что там такое, ради чего эти трое в течение тысяч лет потратили столько усилий. Глава 965. Очищающий души бассейн внутри этого огромного синего пузыря был сияющий мир. Там были скопления шелковых нитевидных пространственных коз, которые собирались в огромном синем бассейне в центре. Бассейн, расположенный в центре этого странного мира, летал в пустоте. Он непрерывно излучал волны мощного синего света. Этот вид синего света, казалось, обладал магией, которая могла успокоить душу и расслабить людей. Состояние шияня и злого дракона Магги было не очень хорошим. На теле Магги было много ран. Половина чешуи на его драконьем теле отвалилась. Он двигался в пустоте так, как будто это были последние минуты его жизни. Иногда он с огромными усилиями взмахивал хвостом. Ситуация шияня была немного лучше. Его состояние снова стало нормальным после того, как он потребил половину бессмертной демонической крови в своем теле. Тем не менее он не был ранен, поскольку бессмертная демоническая кровь исцелила его. Его тело все еще было энергичным и выносливым. По сравнению со злым драконом Магги, его повреждения были несущественными. Магги посмотрел на него так, как будто он смотрел на монстра. Его огромные глаза таращились на шияня, он даже не моргал. Чувак, ты. Ты выглядишь нормально. Твое тело намного более крепкое, чем мое, не так ли? Шиянь неохотно улыбнулся. Прошло очень много лет, и я не смел расслабляться. Усилия, которые я приложил для тренировки своего тела, были не меньше, чем твои. Хэм, ты знаешь о племени бессмертных демонов? Глаза злого дракона Магги просветлели. Он вдруг засмеялся. Ты из того же племени, что и кровавый дьявол? Невозможно. Ха-ха, это судьба. Ты знаешь кровавого дьявола? Шиянь был удивлен. Конечно, кивнул Магги, радостно улыбаясь. У кровавого дьявола хорошие отношения с моим отцом. Клан монстров и демонический клан, союзники в Агатовой Звездной области. Территория кровавого дьявола находится недалеко от земли нашего племени злых драконов. Я был там раньше. Похоже, это действительно судьба. Слушая его, Шиянь тоже улыбнулся. Ты, ты внебрачный сын кровавого дьявола? Глаза злого дракона Магги блеснули. Он с удивлением спросил. Хотя это невозможно. Я не знал, что у кровавого дьявола остались родственники. Кстати, брат, как ты связан с кровавым дьяволом? Почему я никогда не слышал о тебе раньше? Сделав короткую паузу, Магги снова закричал. Неудивительно, почему у кровавого дьявола чрезвычайно крепкое тело? Несмотря на то, что я никогда не встречал его раньше, я знаю, что его тело не менее выносливое, чем у моего отца. Теперь понятно, почему ты смог попасть сюда? Ты знаешь, где мы? Шиянь некоторое время размышлял, а затем спросил. Как мы можем выбраться отсюда? Я не знаю, нехотя улыбнулся Магги. Я привел нас сюда неосознанно. Ибо к поймал меня. Я попал сюда из запретной земли племени злых драконов. Это пространственная трещина в агатовой звездной области. В ней нет энергии неба и земли, солнца, луны или любых других звезд. Я знаю только место, через которое я прошел, чтобы добраться до этого места. Мы можем начать оттуда. Шиянь притих, теряя надежду. Всплеск. Всплеск. Когда они услышали плеск воды, то в огромном синем бассейне в центре увидели волны синего света. Эта рябь успокоила душу Шияня, погрузив его в волшебное море, из-за чего он ощутил неописуемо приятные чувства. Он посмотрел на огромный синий бассейн и спросил. Кажется, этот синий бассейн обладает магической силой, способной очистить душу. Ты чувствуешь то же самое? Да. Кивнул Магги. Я чувствую себя очень комфортно от этой синей ряби. Моя душа чувствует себя уютно и свежо. Мне кажется, что моя душа омыта. Это замечательно. Я думаю, что там есть что-то чудесное. Должны ли мы это проверить? Как твои раны? Нет никаких проблем. Как только у меня будет достаточно энергии для восстановления, мои раны быстро заживут. Способность злого дракона к восстановлению хорошо известна во всей Агатовой звездной области. Хорошо. Мы пойдем к этому бассейну и проверим. Шияни, злой дракон Магги направились к туманному синему бассейну. Чем ближе они подходили к бассейну, тем сильнее становилось умиротворение в их душах. Этот уровень удовлетворения души было трудно описать. Волны синего света, струившиеся из бассейна, обладали изумительной силой очищения души. Шиянь почувствовал, как все нечистоты в его голове и души очищаются. Он чувствовал себя очень расслабленно и оживленно. Очищающая души жидкость. Из кольца кровавых жил послышался слабый, но удивленный голос. Дух кольца казался очень счастливым. Ты. Ты нашел место, где есть очищающая души жидкость. Дух кольца был очень рад. Тем не менее его духовные сообщения приостановились, как будто разговор с Шияним потреблял много его энергии. Очищающая души жидкость. Что это? Нахмурился Шиянь. Некоторое время он колебался, прежде чем спросить. Как ты? Все еще объединяю память. Мне нужно больше времени и энергии, быстро ответил дух кольца. Затем он взволнованно объяснил. Очищающая души жидкость. Это божественная вода, используемая для очищения духовного алтаря. Она действительно изумительная. Это самые драгоценные сокровища в больших звездных областях. Это вода первозданного зарождающегося класса. Она волшебная. Объясни попроще. Хорошо. Когда воин создает духовный алтарь, его духовный алтарь загрязняется. По мере того, как его сила растет вместе с пониманием концепции и тренировкой души, духовный алтарь становится все более загрязненным. Фактически, усовершенствование духовного алтаря те же методы и принципы, что и усовершенствование тела Бога. Людям нужно избавиться от нечистот, чтобы поддерживать кристально чистый духовный алтарь. Чем чище духовный алтарь, тем лучше и глубже воин может понять свою концепцию. Это действительно большая помощь души. Очищающая души жидкость – это божественная вода, которая может очистить твой духовный алтарь. Она поможет тебе избавиться от загрязнения и очистить духовный алтарь. Она может сделать твой духовный алтарь кристально чистым. Прозрачный духовный алтарь, в котором нет загрязняющих веществ, является основой для прорыва в сферу зарождающегося Бога. Только тогда, когда твоя душа станет кристально чистой, ты увидишь тайны, которые помогут тебе войти в сферу зарождающегося Бога. Когда воин достигает пика сферы бесплотного Бога, ему нужно очистить свою душу, чтобы совершить успешный прорыв. Для тебя очищающая души жидкость более полезна. Я хотел сказать тебе, что ты должен приложить все усилия, чтобы взять очищающую души жидкость. Тебе нужно один раз очистить духовный алтарь. Так как ты совершенствовал пожирающую концепцию, полученную от моего мастера, ты можешь много раз закалить свой духовный алтарь. Однако пожирающая концепция всегда будет генерировать примеси и загрязнения. Эти вещи будут загрязнять твой духовный алтарь. Несмотря на то, что ты не можешь их увидеть или почувствовать, они все же влияют на твое понимание концепции и замедляют твой прорыв. Что еще более важно, по мере того, как будет продвигаться твоя сфера, ты будешь поглощать больше душ. Несмотря на то, что твой духовный алтарь будет жестче, в нем будет больше загрязнений. Когда это произойдет, тебе будет очень трудно понять концепцию. Когда дело дойдет до высшей точки, твой духовный алтарь сломается. Ты впадешь в одержимость. Очищающая души жидкость – это величайшие сокровища, которые тебе нужно больше всего. Ты можешь использовать эту божественную жидкость для выброса загрязнений, порождаемых пожирающей концепцией. Таким образом, ты можешь поддерживать свой духовный алтарь в чистоте. Через некоторое время, когда ты поглотишь определенное количество духовных алтарей, ты должен очистить свой духовный алтарь один раз. Дух кольца быстро объяснил Шииню. Несмотря на то, что он был слаб, он достаточно четко все объяснил. Выпусти духовный алтарь и погрузись в очищающую души жидкость. Не думай ни о чем. Тебе не нужно выпускать концепции. Очисти свой духовный алтарь. Это самое важное, что ты должен сделать сейчас. Если ты сможешь поддерживать свою душу кристально чистой, моя скорость объединения памяти будет быстрее. Иди, сделай это. Похоже, я скоро смогу восстановить.